Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 декабря 2016 года, вторник, по одному из старинных третий день месяца Белого Сияния, покоя мира 7525 лета, пятница. Мы начинаем нашу эфир, который будет посвящен теме «Человек и Вселенная. Кризис физики». Автор соведущей, вам хорошо известный Леонид Григорьевич Фиденко. Здравия, Леонид Григорьевич! Здравия, Алексей! Здравия, уважаемые радиослушатели! Итак, мы, наверное, проведем наш эфир в таком формате. Сначала две части, большая, потом маленькая в виде доклада, и потом перейдем уже к беседе и к вопросам от наших радиослушателей. Напоминаю, что в этот раз, как и в предыдущие, на странице анонса указаны графические изображения, которые будут в нашей передаче упоминаться. Поэтому, если перед вами наш сайт, если перед вами наш анонс, или вы слушаете в записи, и перед вами уже запись эфира, страница с записью эфира, то там будут представлены фотографии, графические объекты, ссылочки на них. Вы можете их открывать и смотреть, чтобы у вас лучше было представление, о чем идет речь. Вот после такого краткого вступления я передаю микрофон Леонид Григорьевичу. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Леонид Григорьевич, берите в разы свои руки. Еще раз добрый вечер всем. Сегодняшняя тема, такую тему я заявил не зря. Вот с середины 20 века, хотя мы будем говорить о физике, но вопрос все равно будет касаться состояния современной науки. Вот с середины 20 века современная наука стала получать в свой адрес многочисленные критические оценки со стороны философов, культурологов, деятелей литературы и искусства. И вот по их всех мнению, техника разрушает человека, окружая его искусственными предметами. Она отторгает его от живой природы, вергая безобразно унифицированный мир. А в этом мире, где промышленное производство превратило человека в предаток машины, о решении всех проблем, видится в дальнейшем технических достижениях, а не в человеческих их решениях. И вот под воздействием нескончаемых технических новшеств современная жизнь меняется с неслыханной быстротой. Мы все являемся свидетелем этому. И к этой критике в середине XX века добавились конкретные факты неблагоприятных последствий научно-технического прогресса. Это и опасное загрязнение воды, воздуха, почвы планеты, вредоносное воздействие на живую и растительную жизнь, вымирание бесчисленных видов, коренные нарушения в экологической системе планеты. Все эти серьезные проблемы встали перед человеком. И эти факты, они отчетливо проявляются в современной науке и мировоззрении, и говорят об их кризисе. И разрешить которым сможет только новая глобальная мировоззренческая революция, частью которой будет и новая революция в науке. Ну вот для простого человека, да, кто наукой, допустим, не занимается или не интересуется, утверждение о кризисе физики кому-то может показаться довольно странным. Вообще-то исторически и логически в физике заложена познавательная программа. Она такова, что весь мир материальный, что весь мир материальный, да, во всей своей полноте в принципе может быть описан теорией, в которой небольшое число постулатов. Постулат, напомню, значит, кто не знает, это утверждение, которое принимается без доказательств. Эта теория позволяет дать объяснение и ответить на любой конкретный вопрос. А современная физика – это область познания, которая ставит своей целью познание природы и создание единой теории всего материального мира. Так вот, если мы посмотрим, то в последние годы в физике одно фундаментальное открытие следует за другим. Так, в 2012 году было объявлено об открытии бозона Хиггса, как называют ученые частицы Бога, наифундаментальнейшей из фундаментальных частиц, за которой физики охотились на протяжении полувека. В 80-х годах была открыта так называемая темная материя, а в 90-х – темная энергия. Правда, до сих пор ни та, ни другая, пока не получили объяснение. Тогда о каком же кризисе можно идти и вести речь при таком урожае на большие открытия? В чем же здесь дело? Человек, вообще-то, последние несколько тысяч лет постоянно пытался осмыслить окружающий космос. И создавал разные модели Вселенной и представления о месте человека в ней. И постепенно-постепенно эти представления сформировались в так называемую научную теорию Вселенной. И окончательно она сформировалась в середине XX века. И основой существующей сейчас теории Большого Взрыва стала теория относительности Альберта Эйнштейна. А от того, как теория Вселенной отражает истинное положение вещей, зависит не только правильность представления человека Вселенной, но и будущее самой цивилизации. Потому что на основе созданных человеком представлений о окружающей природе человек создает машины, приборы, технологии. И от того, какими они будут, эти технологии, создаваться, и машины, и приборы, будет ли существовать земная цивилизация или нет. Вот пример простой. Создали атомное оружие, разработка которого считается высшим достижением. Но если вы прекрасно понимаете, если даже часть накопленного оружия взорвать, наша планета погибнет. Так вот, из понятий чисто теоретических представления о природе Вселенной перешли в категорию понятий, от которых зависит будущая цивилизация и жизнь даже на планете. И поэтому, какими будут эти представления, они должны воловать не только философов и ученых естественных наук, а каждого, получается, живущего человека на Земле. Поскольку представления о природе Вселенной, если они правильные, они могут стать ключом к невиданному прогрессу цивилизации. А если неправильные, может привести к гибели цивилизации и всей жизни на планете, нашей Земле. И поэтому, получается, правильные представления о природе Вселенной будут созидательными, созидающими, а ошибочные – разрушающими. Но, к сожалению, большинство людей, называющих себя учеными, забыли эту простую истину и увлеклись сознанием теорий, которые в большей степени служат их личным амбициям, а не служат для познания истины. А вот ложные ошибки представления о природе Вселенной, они уже стали причиной экологической катастрофы, которой так уверенно движется наша земная цивилизация. И подтверждение этому столько уже, что, ну, вы видите, в интернете, постоянно, по радио, по телевидению, и у любого человека, который имеет желание это видеть, даже и никого сомнения не возникает по этому поводу. Это все говорит о том, что технократический путь развития, по которому пошла наша цивилизация, ведет к самоуничтожению земной цивилизации. Вот современная наука, она накопила столько наблюдений, огромное количество, за происходящим, окружающим нас в мире. Этот мир по всем, так сказать, философским, известным парадигмам называется срединным. Знаете, какой индусов там, китайцев даже, да? То есть, этот мир на самом деле срединный. То есть, мы живем в этом срединном мире, и он находится между макромером и микромером. А в нашем срединном мире человек наблюдает только проявление истинных законов природы. А реальные законы природы существуют на уровне макро-микромера. И тут это очень четко становится понятным, если подумать, что человек ведь способен воспринять только лишь через свои пять органов чувств окружающей действительности. А это лишь верхушка маленькой айсберга. А все остальное, это, как говорил и писал в своих трудах Эммануил Кант, это вещь в себе, непознанная, непознаваемая. И вот это такое понимание, что все непознаваемое, да, будет неизбежным в силу того, что, используя пять органов чувств, невозможно создать правильную картину мироздания по одной простой причине. Наши органы чувств человека сформировались в результате адаптации его к условиям существования вот в той экологической ниши, которую он, человек, как вид живой природы занимает. И эти органы чувств человека позволяют нам прекрасно освоиться в этой экологической ниши, ориентироваться, но не более того. То есть, эти органы чувств, они предназначены для Срединного мира, а не для чего-то другого. Мы, если мы попадаем в воду, у нас, откроем глаза и начинаем смотреть в воде, у нас картина совершенно искажена. и нам достаточно трудно ориентироваться в этой стихии. Так вот, человек создал очень много разных приборов, которые помогли проникнуть и в микрокосмос, и в макрокосмос, то есть, и микроскопы, и телескопы. И вот посредством этих приборов, которые человек создал, он и смог проникнуть в этот микро- и макромир. Но проблема-то оказывается в том, что человек с помощью этих приборов просто расширил свои возможности и своих органов чувств. А с самими органами чувств ничего не сделал. То есть, глядя в микроскоп или в телескоп, мы просто расширяем возможности зрения, да, и видим под микроскопом картинки какие-то наномира, а в телескоп мы видим, наблюдаем Луну и прочие вещи. Но от этого наши глаза не приобретают никаких новых свойств. То есть, вот невозможно же ушами увидеть красоту цветка, так и невозможно посредством пяти органов чувств проникнуть в этот микромир и макромир и макромир. То есть, как говорил, опять же, вернусь к Канту, человек получил, то, что человек получил с помощью подобных приборов, не позволяет проникнуть в непознаваемое. Как я уже говорил, Кант, то, что Кант называл вещь в себе. Но вот это позволяет увидеть ошибочность созданных человеком посредством пяти органов чувств, представлений о самой природе и в том числе и Вселенной. Вот именно из-за того, что у нас ограничены инструменты познания самого человека, возникло и стало формироваться искажённая ложная картина мироздания. Поскольку мы наблюдаем только частные проявления законов природы, а человек из-за этого был вынужден пойти, а точнее его ещё и повели по ложному пути познания природы Вселенной. Вот если исходить из логики, то при правильном развитии человеческих представлений о природе Вселенной вот число принятых постулатов, то есть утверждение, которое принимается без доказательства, должно постепенно, постепенно уменьшаться до тех пор, пока останется один-два постулата, которые не требуют никакого объяснения, поскольку они очевидны. Вот таким, например, постулатом является постулат объективной реальности материи, которая дана нам в наших ощущениях. Вот ещё раз повторюсь, вы знаете, что определение существует, что такое материя. Материя – это объективная реальность, которая дана нам в наших ощущениях. Вот это постулат единственный. Вот если он один остался, тогда бы мы считали, точнее, учёные считали бы, что вот, да, это истинная картина мира. А что же мы имеем? То есть в природе есть целый ряд излучений, которые оказывают реальное воздействие, совершенно реальное, на физическую плотную материю, но человека совершенно не воспринимают с помощью своих органов чувств. Но это же не значит, что эти формы материи нереальны. Например, же большинство людей не в состоянии воспринять через органы чувств весь 100% или хотя бы 90% 99 спектр электромагнитных колебаний, хотя о котором достаточно хорошо известно благодаря тому, что созданы приборы. Вообще опознание в науке идет, как говорят в народе, методом тыка, а по-научному путем проб и ошибок. Но в нормальной ситуации каждая отвернутая практика теории, она вообще-то несет положительный эффект, так как говорит тем, кто ищет истину, что не стоит идти по данному пути и в данном направлении. То есть признаком правильного направления в познании истины служит простой фактор. По мере собирания вот этих крупиц истины, которые собирают ученые, число постулатов в теории должно уменьшаться. а в современной науке о природе Вселенной мы видим совершенно противоположную картину. Постулатов во много раз больше, чем было, например, вот их было в науке в 19 веке. И при этом вот число постулатов растет, как снежный ком. Но ученые и все остальные к этому так привыкли, что никто не обращает внимания на присутствие постулатов практически чуть ли не в каждом так называемом научном утверждении. Вот самая элементарная вещь, которая известна в школе, с которым сталкиваются и школьники, и утверждения про электрический ток, и академики, и инженеры, все. И инженеры. Включая ежедневно электробритву в сеть или же утюг. То есть в школьном учебнике написано электрический ток – это направленное движение электронов от плюса к минусу. И вот в этом определении четыре постулата. То есть вопрос, что такое электрон, что такое плюс, что такое минус, и почему электроны двигаются от плюса к минусу, не знает современную науку. Если задать эти вопросы, все, честно говорят, ученые, это одному Богу известно. То есть в простом определении, которое преподносится как закон природы электрического тока, четыре постулата. И причем такие вещи не предел. потому потому что все законы, так называемые, которые наука считает незыблемыми, они, как считается, проникло человечество, это заявление вот такого же подобного рода. Получается ситуация интересная. Если кому-то удается найти слово, с помощью которого можно обозначить природное явление, считается, что проблема решена, и произошло новое научное открытие. Вот простая вещь, простой пример. Я уже говорил, в 80-м году открыли неизвестную материю, и назвали ее темной все, а реально получается ситуация следующая. Галактики, звезды, планеты, вполне реальные материальные объекты космоса, они двигаются по траекториям, и ученые определились, чтобы они двигались как раз по этим траекториям. Материи во Вселенной должно быть в 10 раз больше, но по понятиям современной науки то, что является материей, составляет только 10%, вдумайтесь, десятая часть. А теперь представьте себе, у нас есть картинка из 100 пазлов, а у нас 10 только известных. Получим ли мы картинку, если соединим 10 пазлов, и вернемся к материи, да? Материальные объекты движутся по траекториям, а реально получается, ведь только 10% известных, значит, эти траектории у них не должны быть, но они же движутся, как делать, как быть-то? Факты вещи упрямые, от них же не отделаться. И вот ученые, чтобы из очередного противоречия как-то выпутаться, привели непростое решение, в кавычках, 90% материи, которую никто не может потрогать руками и воспринять, назвали просто, и с помощью органов чувств не могут определить, назвали просто темная материя, по-английски duck matter. И все успокоились, все отлично. Потом назвали, открыли эту темную энергию. Мы каждый день слышим про энергию и разного рода химическую, ядерную, механическую, потенциальную, кинетическую, кучу энергии. Да? Но реально никто, опять же, никто не задумывается, как может существовать энергия сама по себе. Энергия сама по себе не существует. Реально энергия это переход материи из одного качественного состояния в другое, когда меняются свойства и качества. Ну, простой пример. Бросили деревянное полено в костер. Оно сгорело. И выделилась энергия, и мы сели у костра и погрелись от этого тепла. А когда было одно полено этой же энергии не существовало, ученые говорят, энергия, материя, информация, вот этими общими словами только и манипулируют. то есть современная наука имеет дело только с проявлением законов природы в срединном мире, с процессами, которые происходят между макромиром и микромиром. И она выступает в роли стороннего наблюдателя. И все. И если бы по мере эволюции представлений о природе Вселенной вот как я уже говорил, число постулатов уменьшалось бы и остался бы хотя бы не остался бы ну один постулат, очевидно, с которым не звало сомнения, то таким очевидным постулатом являются понятия материи, как объективной реальности, данные в наших ощущениях. И вот чем больше развиты наши органы чувств и чем большим числом органов чувств располагает человек повторяю, чем большим числом органов чувств располагает человек при своем эволюционном развитии, тем более полной и объективной будет создаваемой человеку картина мироздания. А как же, если у нас всего этих органов чувства ограничено, количество, как нам говорят ученые, вот у нас всего лишь там пять. Но об этом чуть позже. Но, к сожалению, при развитии науки вот число постулатов не уменьшается. Я уже говорил, а наоборот, как снежный ком увеличится. И на современном этапе наука имеет сотни постулатов. Вот почитайте Википедию и откройте там любой раздел, и где там определяется. И там одно слово определяется вторым словом, и так далее, и так далее. И там такая круговерть, цепочка. При этом для объяснения одного постулата вводятся другие, а для объяснения этих других вводится, в свою очередь, новые, и так до бесконечности. И таким образом каждый постулат превращается в Господа Бога. Религия для объяснения всего сущего ссылается на Творца, Господа Бога. А в то время как научное объяснение всего сущего строится на постулатах, которые, по своей сути, являются мини-башками от науки. И в одном случае, значит, в случае с религией Господь Бог как бы располагается на вершине логической системы, да? А в случае с современной науки – в фундаменте логической системы. Но от того, где располагается Господь Бог, ничего не меняется. Только в одном случае логическая система называется представление, называется религия, а в другом – наукой. В одном случае – одна Божия, да, в другом – многобожия. Постулаты. И вот серьёзную проблему в современной науке наблюдаются не только на микроорвоне, на макроорвоне. Вот, например, в экспериментах, когда проводились, значит, по синтезу элементарных частиц, ну, вы периодически слышите, да, что появляются физики, открыли, ядерщики открыли там в таблице Менделеева новый элемент, да? И также, значит, открывают и синтезируют новые элементарные частицы. Так вот, физики ядерщики столкнулись с чем? Когда они при синтезе элементарных частиц столкнулись с таким явлением, которое, ну, в принципе, ставит крест на всей современной физике. Вот что происходит? Значит, да, происходит следующее. При синтезе новой частицы, вот, согласно законам физики, её масса должна быть или меньше, или равной в массе частиц совокупной тех частиц, которые создали её. Так, вот, закон, существующий в краеугольной современной физике, закон сохранения материи, гласит. Суть этого закона состоит в том, что материя никуда не исчезает и никуда, ниоткуда не появляется. А в экспериментах получается по синтезу частиц. Здрасте, приехали, что называется, по-простому. Масса вновь возникающих частиц оказывалась порой на несколько порядков. Не на чуть-чуть, а в 10-100 раз больше. То есть, есть приборы, реальные, которые регистрируют, реальные частицы. Всё реально. Результаты невероятные. То есть, современная теория, получается, утверждает, что подобного быть не может никогда. А практические результаты говорят, нет, это происходит. И перед учёными вопрос встаёт. Что же отстаивать-то? Практические результаты или теоретическое положение? Но для нашей современной науки практические результаты, оказывается, не так важны, если они не вписываются в прокрутство ложи этой самой науки. И вместо того, чтобы пересмотреть этот фундамент самой науки, его пытаются дополнить новыми постулатами и новыми предположениями. Но самое интересное, мы сейчас говорим о проблемах, существующих в физике, которые возникают у физиков-теоретиков. Но такие же проблемы возникают и не только у физиков, но и, например, у биологов и медиков. То есть, они же, учёные, которые изучают жизнь, они не могут объяснить природу жизни. Каким образом те же атомы, которые... Ведь они базируются на тех знаниях, которые им даёт физика. Почему, так сказать, я и назвал материал, что кризис физики. Это же те же, значит, биологи и медики, они говорят о том, что всё состоит из атомов и молекул. Но они не могут объяснить, те, кто изучают жизнь, каким образом эти же самые атомы, соединяясь между собой в каком-то одном пространственном порядке, с одной стороны представляют мёртвую материю, а в другом случае живую. Как это происходит? Ну, это же, получается, мелочи, понимаете? А эти учёные, биологи, медики считают себя экспертами в вопросах жизни. А эти вещи объяснить не могут. И вот, значит, на вопрос, каким образом происходит развитие эмбриона человека, и так же, как, ну, неважно, не обязательно эмбрион человека, так же, как и любого другого живого организма, когда задают вопрос, у них ответов нет, а есть только один ответ, что вот зиготная клетка, клетка эмбриона, в этих разных зиготных клетках появляются разные гормоны и ферменты. И поэтому, как следствие этого, из одной зиготной клетки развивается мозг, из другой, там, нога, из третьей сердце, печень, лёгкие и тому подобное. И, опять же, всё как с электрическим током из учебника средней школы. Но если почитать учебник средней школы по анатомии и физиологии человека, там же тоже написано, что любой эмбрион развивается из одной, из одной аплодерной яйцеклетки, которая начинает делиться. А делится она по законам науки о клетках. Гистология, по-моему, называется. Так вот, при делении одной клетки сначала возникают две абсолютно тождественные друг к другу клетки, потом они в свою очередь делятся, четыре возникает тождественные, и далее восемь, шестнадцать, тридцать две, шестьдесят четыре и так далее. То есть, другими словами, если говорить, все клетки эмбриона имеют тождественную генетику. И они копиями являются одной аплодерной яйцеклетки. И поэтому сразу возникает вопрос, каким образом в абсолютно тождественных клетках появляются разные гормоны и ферменты. И все, и опять ответ одному Богу известно. И этот ученые, значит, совершенно спокойно, я вот часто иногда смотрю передачу по общественному радиотелевидению, общественному ОРТ называется, и там вот ведущий обычно приглашает двоих собеседников, и они совершенно спокойно, обсуждая вопросы жизни вот этих аплодерных клеток, о которых я только сейчас говорил, совершенно спокойно говорят, ну, это же нам неизвестно, но тем не менее, вот так и так, и так, и делают какие-то свои предположения. И все эти предположения – это сплошные постулаты. Вообще-то вот постулаты – это дело, как говорится, хорошее, но только временное. То есть невозможно объяснить все сразу в один момент. А когда что-то объясняется, какие-то принципиальные вещи, моменты, да, то надо, чтобы временные постулаты, которые ранее вводились без какого-то объяснения, они, так сказать, раскрывались. И в этом варианте временное постулирование играет положительную роль. Но ведь проблема существует в том, что современная наука не имеет временных постулатов. То есть идет постоянное постулирование. Одно объясняется другим постулатом, те объясняются еще новыми и так далее, и так далее. То есть, вот как раз то, что я и говорил выше, постулаты превращаются в башков от науки. И в этом случае реально наука превращается в религию. И, ну, причем вот, как я уже говорил, слушая известных ученых, докторов наук, их объяснения, получается, что они, заявляя вот такие вещи, становятся священниками этой науки. Ну, теперь давайте посмотрим, на каких, значит, трех китах стоит современная наука естествознания. Основные киты – это несколько постулатов современной науки. Это постулат первой – сохранение материи, потом постулат однородности Вселенной и постулат скорости света. Постулат сохранения материи, он гласит, что материя никуда не исчезает, и не появляется из ничего, ниоткуда. Причем под материей ученые понимают только физически плотное вещество, которое имеет четыре агрегатных состояния – твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Все. На этом все заканчивается. Больше никакой материи для них не существует. Но противоречие. Физика элементарных частиц и астрофизика получили результаты, которые опять поставили ученых в тупик. Массы новых частиц окажутся порой на порядке больше совокупных масс частиц их образующих. А наличие во Вселенной этой темной материи составляет 90% массы материи, которую почему-то никто не может ни увидеть, ни пощупать. И это все говорит о серьезнейшем кризисе с постулатом сохранения материи. Тогда нужно или признать, что понятие материи у современной науки неправильное, или что постулат сохранения материи неверный. А вот постулат сохранения материи – он один из самых немногих постулатов современной науки, который наиболее близок к истине. А вот этого нельзя сказать о постулате однородности Вселенной, постулате скорости света. Но именно на этих двух постулатах они являются фундаментом специальной и общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. И вот сейчас, если вы откроете рисунки первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и увидите фотографии, которые сделаны с помощью телескопов различных, какие-то части космического пространства нашей Вселенной. И сразу визуально они опровергают постулат однородности Вселенной. То есть если бы Вселенная была однородна, то, значит, по всем направлениям одни и те же свойства и качества. И таких картинок мы бы не увидели. А видели бы что-то подобное, как в середине точка яркая, а потом, значит, лучи, как, значит, сферически расходятся во все стороны. Но если говорить о теории, специальной общей теории относительности, то считать Альберта Эйнштейна этой теорией неправильно. Дело в том, что вот сейчас очень много материалов появилось в интернете. Раньше об этом, так сказать, ходили только разговоры в узкой научной среде, да. Ну, по крайней мере, я эту информацию знал с 70-х годов. То есть известно было, что ведь Эйнштейн работал в патентном бюро и, как говорится, позаимствовал, в кавычках, идеи двух ученых. Это конкретно математик и физик. Пуанкаре и физик Лоренц. Вот эти двое ученых, Пуанкаре и Лоренц, в течение нескольких лет они совместно работали над созданием этой теории. И как раз вот именно Пуанкаре выдвинул постулат об однородности Вселенной, постулат о скорости света. А вот Лоренц вывел свои знаменитые формулы. И Эйнштейн, работая в патентном бюро, имел доступ, понимаете, да. Он в Берне, в Швейцарии работал в патентном бюро и решил застолбить теорию на свое имя. Он даже, видите, как говорится, сохранил в своих теориях имя Лоренца. Правда, о Пуанкаре забыл. Но Лоренца оставил. И там его математические формулы называются преобразованиями Лоренца. Но, тем не менее, Эйнштейн нигде не говорил и не уточнял, что он какое-то отношение сам имеет к этим формулам. Вообще-то никакого. А Пуанкаре он вообще никогда не упоминал. А ведь Пуанкаре как раз и выдвинул эти постулаты. Но Эйнштейн это ничего не говорил, а вот имечко свое этой теории дал. Вот пару слов скажу о критике специальной общей теории относительности. Вот авторитеты от науки, да, им выгодно представлять дело таким образом, будто все споры вокруг теории относительности велись лишь в начале 20 века. А реальных дискуссий, которые были в 20 веке, не упоминается. А эти дискуссии были. Они были как и по философскому направлению, так и по физическому. Ведь дело в том, что, например, у нас в стране теория относительности стала модной еще в СССР. Ну, тогда еще не СССР, СССР в 22-м году был. А это в 20-м году стало модной. Потому что тогда, знаете, была, как сейчас говорят, широкая пиар-компания, то есть рекламная компания. С ноября 1919 года. Поддержку этой общей теории относительности АТО начинаются в газетах постоянные публикации, публичные выступления перед неспециалистами, школьниками, домохозяйками. На Западе к рекламе даже привлекался Чарли Чаплин. А для того, чтобы получить поддержку в СССР, товарищ Эйнштейн, так сказать, товарищем я его назвал, да, оказалось, ему достаточно было вступить в 1919 году в компартию Германии. Но он там долго не задержался, полгода всего вышел, но этого хватило для рекламного трюка. И он стал другом страны Советов. И этот вот статус друга СССР и всего прогрессивного человечества с Эйнштейном остался и в дальнейшем, гарантируя поддержку всем его теориям. А вот с 1922 года Эйнштейн становится уже член корреспондентом Российской Академии Наук, а с 1926-го иностранным почетным членом Академии Наук СССР. Как Академия реагировала на теории АТО и СТО? Общую теорию действительно специально. В 1937 году Академия вовсе совсем не финансировала работ, которые в чем-то противоречили теории относительности. То есть это позиция, понимаете? Противоречит, все, денег не дадим. Второй раз постановление, которое запрещало критику теории относительности, было принято Академией Наук, точнее ее, значит, Президиум Академии Наук СССР в 1942 году была юбилейная сессия, посвященная 25-летию революции, и Президиум Академии Наук принимает специальное постановление по теории относительности. Вот отрывок из формулировки. Действительное научно-философское содержание теории относительности представляет собой шаг вперед в деле раскрытия диалектических закономерностей природы. То есть какие еще доказательства нужны о высокой поддержке теории относительности. А третий раз Президиум Академии Наук СССР принял постановление, которое запрещает критиковать теорию относительности в науке, образовании и академических печатных изданиях. Это было уже в 1964 году. А вот я в начале своей беседы говорил же, что в середине XX века как раз начинается критика со стороны научно-интеллигенции культурологов, советов и так далее, философов. И вот как раз в 70-е годы, знаете, это такой период, что начали очень интересоваться вопросами Вселенной. И издавались сборники различные. Например, в Ленинграде в 70-е годы издавался сборник проблемы исследования Вселенной. Значит, ну, известно, что там всяческие, значит, мэтры науки, которые в Президиуме состояли, стопорили эти вещи. Там доходило до того, что буквально тиражи некоторых сборников чуть ли не в печку отсылали из-за того, что там печатались вещи противоречивые, теории относительности. Ну, а начиная уже с 1989 года в СССР, а затем в России, проводятся международные конференции. Там проблемы пространства и времени, пространство, время, тяготение, ну и другие. А как сейчас Российская Академия Наук на возрастающую критику теории относительности реагирует? По существу замалчивается. Но зато задействуют средства массовой информации через них. И даже, знаете, забавно было, когда Геннадий Хазанов, артист, на свой юбилей заявлял об истинности теории относительности. А в 1999 году он был ознаменован, что была создана комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской Академии Наук. Ну и вот председателем этой комиссии были лауреат Нобелевской премии Гинсбург в Италии, потом академики, после него Кругляков, Александров. И кроме академиков туда входили и другие люди, которые далеки от науки. Ну вот я смотрел подписанный академиком Фортовым указ или приказ, как он называется, о создании или реорганизации комиссии в 2016 году в этом, то там в основном одни, так сказать, ученые. Но есть заслуженный артист оригинального жанра Яшков Юге Юрий. Его, так сказать, псевдоним, с которым он на эстраде выступал, по крайней мере, в советские времена, и его показали по телевидению, и рекламировали. Я его помню как Юрий Горный. Человек, который, хотя и, так сказать, как бы он декларирует, что вот главное, он дает приоритет науке, научному, но он из образования имеет далекое, скажем так, от фундаментальной науки физики, например, он физкультурный институт закончил. Но вернемся к общей теории относительности. Весь мир знает, что Эйнштейн – нобелевский лауреат, и все не сомневаются в том, что он эту премию получил как раз за создание специальной общей теории относительности. А скандал вокруг этой теории, хотя он и был известен в узких кругах еще, так сказать, в начале XX века, он не позволял Нобелевскому комитету выдать ему премию за эту теорию. Ну и тогда нашли очень простой выход. Эйнштейну присудили Нобелевскую премию – внимание! – за открытие второго закона фотоэффекта, который являлся частным случаем первого закона фотоэффекта. Но первый закон фотоэффекта открыл русский физик Александр Григорьевич Столетов, который жил до, значит, умер в 1896 году. И говорят, что вот Нобеля он не получил, потому что еще Нобелевского комитета не существовало в то время. Поэтому ему не только Нобелевская, никакой другой не дали за это открытие. А вот товарищу Эйнштейну дали Нобеля за изучение частного случая этого закона. Понимаете, вот такое, так сказать, удивительное решение Нобелевского комитета. То есть Нобелевский комитет, видимо, посчитал, что две Нобелевские премии – это будет жирно, как говорится, многовато выдать. Поэтому решили, Столетову не будем выдавать, а дадим только гениальному ученому Эйнштейну. Подумаешь, мол, какая разница, да, за первый закон фотоэффект или за второй выдана премия. Самое главное ведь, что за открытие прислажена премия гениальному ученому Эйнштейну. А вот что русский какой-то там физик Столетов это открытие сделал, ну, и это уже мелочи. Ну, что вы там, не обращайте внимания. Вот самое главное, что товарищ Эйнштейн стал Нобелевским лауреатом. И поэтому основная масса людей сейчас практически и считает, ведь эти вещи никто из простых людей, кто не интересуется этими вещами или не работает в этой сфере, не знает, что Эйнштейн. И считает, что Эйнштейн получил Нобелевскую премию за великую свою специальную общую теорию относительности. То есть, налицо закономерность, что кто-то очень влиятельный, уже очень хотел все это сделать, чтобы Эйнштейна сделали Нобелевским лауреатом и прославить его на весь мир, как величайший ученый всех времен и народов. А, значит, причина этому должна быть. Видимо, была сделка между Эйнштейном и теми лицами, которые сделали его Нобелевским лауреатом. Видно, ему же очень хотелось быть Нобелевским лауреатом и величайшим ученым всех времен. А те, кто за ним стоял, им жизненно необходимо было направить развитие земной цивилизации положенного пути, который в конечном итоге ведет к экологической катастрофе. Вот простая логика. Эйнштейн согласился быть, так сказать, винтиком или инструментом этого плана. Но, видимо, выставил свои требования. Хочу быть Нобелевским лауреатом. Ну, сделку совершили. И поэтому ту фотографию, которую я привел на коллаже, на вставке о сегодняшней беседе, да, там вы видите Эйнштейн с высунутым языком, да. И теперь достаточно понятно, почему и кому он показывает свой язык. Приобретает это совершенно другой смысл. Ну, я думаю, вы догадались. Вообще-то, конечно, плагиат не такое и редкое явление в науке, не только в физике. Вот из школьных учебников многие знают, что подтверждение теории Эльберта Эйнштейна подтверждалось экспериментами опытов Майкельсона Морли. Но мало кто знает, если только кто там интересуется, копал по этому поводу, что вот этот интерферометр, который использовался в экспериментах Майкельсона Морли, в нем свет проходил в общей сложности всего лишь расстояние 22 метра. Кроме того, все это было в подвале каменного здания. Это практически уровень моря. И всего эксперименты проводились 4 дня в 1887 году. И данные с интерферометра снимались целых 6 часов. И было совершено 36 поворотов прибора. И вот это, то, что я сейчас перечислил, является экспериментальной базой, на которой, как на трех китах, держится подтверждение «правильности» в кавычках, как специальной, так и общей теории относительности Эйнштейна. Но, опять же, мало кто знает, что американский физик Дайтон Миллер, который жил в 1866-1941 годы, в 1933 году опубликовал в журнале «Обзор современной физики» свои результаты. Потому что он исследовал вопрос так называемого эфирного ветра. Исследованием он занимался более чем 20 лет. И во время этих экспериментов он получил положительные результаты в подтверждении существования эфирного ветра. То есть, начал он свои эксперименты в 1902 году, а завершил аж в 1926. А там у Майкельсона Морли четыре дня в одном году. А тут человек занимался 24 года. Дальше. Для своих экспериментов он сделал интерферометр более усовершенствованный. и у него общий пробег луча был 64 метра. А там, я уже говорил, 22 метра. То есть, он в три раза был более чувствительный, чем использовали Майкельсона и Морли в своих экспериментах. И замеры снимались в разное время суток, в разные времена года. Показания были сняты более 200 тысяч раз. А там 6 часов всего. А тут 22 года. К тому же поворот интерферометра во время экспериментов Майкельсона и Морли 36 всего, а тут 12 тысяч. Кроме того, там в подвале Морли проводил, да? Я уже говорил, эксперимент. Это значит, на уровне моря. А этот Дайтон Миллер поднимал на высоту горы Вильсона. Это более 2000 метров. Где, как он и предполагал, скорость эфирного ветра была больше. Так возникает вопрос, а что же товарищ Эйнштейн и компания не знали о результатах, не читали научных журналов, об экспериментах Дайтона Миллера? Нет, как раз, все прекрасно знали, и Дайтон Миллер письма писал Эйнштейну, и Эйнштейн однажды ему скептически ответил на одно из писем и потребовал доказательств. Он ему эти доказательства предоставил, после чего никакого ответа. Ну, вы понимаете, почему не было ответа. И ответа не было аж до 1941 года, когда Дайтон Миллер умер. Естественно, после этого забыли просто о результатах его работы. И больше никогда нигде не печатали в научных журналах. Кстати, значит, то, что касается работ Дайтона Миллера, опять же, в России, в Советском Союзе, на пятом, по-моему, съезде физиков, тоже с большим трудом прошла поддержку выступления одного из ученых о поддержке работ Дайтона Миллера. Еле-еле набрало большинство. Вот из всего вышесказанного, а ведь Дайтон Миллер был одним из крупнейших американских физиков, а молчок до сих пор. И из этого становится понятно, что ложные представления о природе Вселенной человечеству навязаны преднамеренно, чтобы не допустить развития цивилизации по правильному пути. А причиной это было только одно, страх тех, которые стояли за Эйнштейном, потому что они боялись потерять свою власть и положение. Но если говорить еще дальше, то вот страх перед истинным знанием, да, тех, кто скрывался, так сказать, за, и скрывается, и навязывает человечеству ложное представление, сокрытие истины, оно продолжалось довольно долго и успешно, и, значит, науку повели по ложному пути. Но, понимаете, в конечном итоге это что? Появились новые экспериментальные данные, и которые уже на другом качественном уровне совершенно не ставляют камни на камни как и специальные, так и общие теории относительности Эйнштейна. Вот данные, например, полученные с помощью радиостелескопа Хаббл, который американцы вывели на колоземную орбиту, да, после обработки этих результатов, этих данных, вернее, после обработки данных дали выяснить неожиданные результаты. ученые физики из Рочестерского и Канзасского университетов США, они анализировали радиоволны, которые пришли от 160 отдаленных галактик. И ученые сделали поразительное открытие о том, что эти излучения вращаются по мере того, как они движутся через пространство. И видели они это вращение, в виде едва заметного рисунка, который напоминает штопор. То есть ничего подобного раньше не наблюдалось. Ну, поскольку, видите, Хаббл вывели на орбиту, оттуда увидели. И вот эти вращения, когда начали изучать этот рисунок, едва заметный, обнаружили, что полный оборот штопора наблюдается через каждый миллиард миль. через который проходят радиоволны. А вообще эти эффекты, они уже являются дополнением к известному эффекту Фарадея. Это поляризация света, вызванная межгалактическим магнитным полем. Вот они определили, что периодичность этих наблюдаемых вращений зависит от угла, под которым движутся радиоволны относительно какой-то оси ориентации. Причем это ось искусственная, как бы, не физическая. И вот чем параллельнее направление движения волны и оси, тем более радиус вращения этих волн. То есть эта ось как бы не является физической величиной, а показывает просто направление. И причем исследователи, когда посмотрели, они увидели, что ось проходит в определенном направлении. В одном сторону созвездия секстант и в другом направлении это созвездие аквила. И они уже сказали, что какое тут направление будет верхом или низом, это произвольно. А получается, что кроме того, что вот есть верх и низ, а ведь штопор есть, да, есть и правое и левое. То есть открытие, сделанное астрофизиками Джорджем Ноландом и доктором Джоном Ралстоном, и которые отчеты об этом открытии опубликовали в физическом обзоре в 1997 году, это открытие означает, что Вселенная неоднородна. И наиболее точные приборы современности, которые разработаны, они регистрируют изменение скорости радиоволн в зависимости от направления их распространения. И вот при этом, что как раз четко наблюдается направление, вот эти направления четко отражают слоистую структуру Вселенной. То есть определяется и верх, и низ, и восток, и запад. А экспериментальная регистрация эфирного ветра световых волн в экспериментах американского физика Дайтона Миллеров в тех 30-х годах, о которых я говорил выше. И открытие изменения скорости распространения радиоволн во Вселенной, уже сделанное в 1997 году, непровержимым, является доказательством ненадородности Вселенной. И эфирный ветер, зарегистрированный в безупречных экспериментах Дайтона Миллера, и изменение распространения радиоволн это одно и то же в зависимости от направления. То есть разная терминология, но это рождественный смысл. Давайте сделаем небольшой перерыв, вы так переварите эту информацию. Ну что ж, небольшой перерыв, так небольшой перерыв. Три с небольшими минутки для небольшого перерыва вполне достаточное время. Итак, отдыхаем. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что сегодня 13 декабря 2016 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных третий день месяца Белого Сияния Покоя Мира, пятница 7525 лета. Человека Вселенная, кризис физики, такова тема сегодняшнего эфира. Пока еще докладчик, а не собеседник, докладчик, Лен Григорьевич Феденко. Кстати, мне задают вопросы иногда по поводу, кто там у нас чего озвучивает, что такое у нас за диктор, который говорит поехали там или что-то еще, продолжаем разговор. Друзья мои, это у нас птица Говорун, кто еще не смотрел, посмотрите мультфильм Тайна Третья планета, там такой персонаж есть, птичка, за которой охотились, она там передавала важные сведения от одного командира корабля другому. Вот птица Говорун у нас является основным действующим персонажем, который сообщает что-либо, какие-то новости, анонсы и так далее. Просто для тех, кто думает, что это какой-то диктор живой, который таким вот голосом хитрым что-то там озвучит. Нет, это всего лишь на и голос его тоже. Значит, ну вот, продолжим. То есть, мы остановились на том, что эфирный ветер, который зарегистрирован безупречных экспериментов физико-американского Дайтона Миллера и, опять же, изменение распространения радиоволн, которое обнаружили, которое идет от 160 далеких галактик, это одно и то же. То есть, здесь разная терминология, отождественный смысл. То есть, это доказывает о том, что постулат, значит, теории относительности Эйнштейна о однородности Вселенной неверен. А теперь второй разберем постулат. Это постулат о том, что скорость света постоянно и, значит, является константой и максимальная скорость движения материи во Вселенной 300 тысяч километров в секунду. Ну, это, я думаю, многие знают. Но вот это условие постулата, оно почему было выбрано? Да потому, что вот преобразование Лоренца и математические формулы, ну, кто их, значит, читал, изучал в теоретической физике или в курсе там какой-то другой физики, превращаются в бессмыслицу в том случае, если, значит, материя и даже свет движется скоростью больше, чем 300 тысяч километров в секунду. Это все происходит согласно этим уравнениям. И согласно этим уравнениям даже масса фотона, света становится бесконечной. Так вот, что же теперь давайте посмотрим с этим постулатом теории Эйнштейна, разберемся. Вот в экспериментах, которые были совсем, так сказать, недавно, ну, по нынешним меркам, да, то есть где-то, по-моему, 2000-й год, значит, такой доктор наук Люжин Ванг из фирмы НЕК, значит, работавший в исследовательском институте в Принстоне, им были получены результаты удивительные. Эксперимент в чем заключался? Что световые импульсы пропускались через емкость, которая была наполнена специально обработанным газом цезия. И результаты эксперимента оказались феноменальными. То есть скорость световых импульсов оказалась при прохождении через эту среду в 300 раз больше, чем допустимая скорость преобразования Лоренса. Это 2000-й год. То есть 300 умножить на 300 это будет 90 миллионов километров в секунду. Представляете? не 310 тысяч километров в секунду, а миллионы. А в Италии другая группа физиков из Итальянского национального совета по исследованиям в эксперименте с микроволнами тоже где-то в 2000-м году получила скорость распространения на 25% больше, чем допустимая скорость по Эйнштейну. То есть на четверть. То есть все такое на 25%. Это значит четвертая часть от 300 тысяч это будет 75 тысяч. То есть 375 тысяч. То есть это не на один километр, не на два, а от значит 700 375 тысяч до 90 миллионов километров в секунду. Представляете? А из преобразования Лоренца следует, что если скорость света или другого материального объекта хотя бы на 1 миллиметр в секунду превысит скорость в 300 тысяч километров в секунду, масса становится бесконечной. Это из формул Лоренца. То есть если говорить другими словами, в этих приведенных экспериментах масса фотонов и микроволн должна быть больше масс любой черной дыры. И согласно этим формулам в результате этих экспериментов наша планета сама должна была превратиться в супер черную дыру. И это если следовать из формул теории Альберта Эйнштейна. Но, как видите, ничего не произошло. Мы не планета не превратилась в черную дыру. И радиоволны были таковыми, так и оставались радиоволнами и никуда не устремились, а их масса не устремилась в бесконечность. То есть, это доказывает то, что второй постулат специальной общей теории относительности Эйнштейна оказался ложным. А без этих первого, второго постулатов эти теории общей теории относительности, специальной теории относительности теряют всякий смысл. И в лучшем случае они должны были перейти в разряд истории науки. То есть, гипотеза не оправдалась, и она подтверждена, это неоправдание, значит, подтверждена экспериментальными данными. Ну, самое интересное, ведь смотрите, Миллер, Дайтон Миллер 1933 год опубликовал свои данные, 97-й 2000-й год, эти новые открытия, о которых я говорил выше, и во всем мире продолжают изучать в школах, в институтах, в университетах. Везде трубят великие ученые Эйнштейн и теорию Эйнштейна, как теорию, которая отражает реальность. А создатели специальной общей теории относительности, стоящей за ним, получается, с самого начала знали о том, что эти теории не отражают действительность даже частично. И тем не менее, эти теории были навязаны всему человечеству. И в результате наша земная цивилизация пошла по ложному пути, в конечном итоге, ведущему к самоуничтожению. Вы понимаете, вот, что мы сейчас разобрали? Мы разобрали, что как какая-то теория конкретного ученого, она оказывается, должна быть небезразличной любому человеку. И не только тем лицам, которые называют себя учеными и которые, как часто у нас говорят, удовлетворяют свое любопытство за государственный счет. Как видно из этого анализа, получается, знание, вернее, представление о природе вселенной, как ни странно, имеет политика финансовые корни. И навязывание ложных представлений человечества позволяет социальным паразитам процветать, паразитируя на теле земной цивилизации. Так вот, еще надо обратить внимание, хотелось бы обратить внимание на то, что вот эти вот теории ложных представлений навязываются через одним из инструментов является математика. Дело в том, что математику часто, или не, постоянно используют как фундамент теоретических обоснований. И что делают? Берут реальные природные процессы, обозначают какой-то буквой или символом, и в виде этих символов их вставляют в уравнение и формулы. И начинаются над ними манипуляции с этими символами, буквами, а по законам принятым в математике при этом забывают, что это природные явления и процессы. И они протекают независимо от того, какие представления существуют у человека. А над ними что делают? Математики берут производную, интеграл, устремляют к пределу, отбрасывают лишние слагаемые. Короче, делают все, чтобы получить изящную формулу закона природы. И говорят, вот мы добились результата. Смотрите, какая красивая формула. Мы получили результат. И вот наглядным примером этому служит теория относительности Эйнштейна. Вот кто не знает, например, с Эйнштейном очень долго работал известный крупный математик Минковский, который создавал специальные математический аппарат для того, чтобы подтверждать и обосновать те результаты, эксперименты, которые проводились в базисе как раз этой специальной теории, общей теории относительности. То есть, получается, что единственной причиной, по которой были введены постулаты однородности Вселенной, постулаты скорости света, а без них преобразование Лоренца теряет всякий смысл. Это значит вся общая и специальная теория относительности. Потому что из преобразования Лоренца вытекает требование к скорости распространения материальных объектов в пространстве. И скорость любого материального объекта, включая свет, не может быть больше скорости света в вакууме. Не может быть больше по одной простой причине. Если скорость движения материального объекта будет больше этой константы, то тогда согласно преобразованию Лоренца масса этого материального объекта должна стать бесконечной. И включая условную массу фотона на микроурне. Представляете, она тоже должна стать бесконечной. Представляете, какой маразм. Это все не выдумки какие-то. Это должно произойти согласно формулам. А в реальности реальный лазерный импульс, как мы только сейчас выше говорили, проходит через реальный газ цезия и двигается со скоростью в 300 раз быстрее. Как я уже говорил, 90 миллионов километров в секунду. Чем позволяет эта формула преобразования Лоренса. Видите, какой несознательный лазерный импульс не хочет почему-то двигаться по формуле, как требует математика по ее законам. И масса фотона тоже почему-то в этом световом импульсе не становится бесконечной. И они ведут себя точно так же, как до входа в эту специальную газовую среду. То есть реально математика это игра ума. И математики увлекаясь этой игрой ума, практически часто напрочь забывают об этом. И вот можно еще привести примеры. Вот я 40 лет работал в области микроэлектроники полбурняковой. Так вот там же опять как и микроэлектроники и в электротехнике там есть такое понятие четырехполисника, да? Это кто этих вещей касался знает, а кто не знает скажу, что четырехполисник это как бы черный ящик. Там есть четыре полиса входа, два входа, два выхода. И все описывается математически. И никого ученых не интересует, что вы анализируете, какая там схема электрическая, какие там происходят процессы, какая там физика. Просто математически проводят, и это в электротехнике, в электронике. Понимаете? Это вот такой абсурд присутствует. А что потом в итоге имеем? Ведь если бы вся, так сказать, существующая все теории науки отражали бы реальность эти формулы, то приборы, которые, в частности, допустим, электронные приборы, изготовленные, микроэлектронные, по этим формулам, они не имели бы никаких разбросов, то есть никаких параметров, как вот существует. Параметр, он не тютелька в тютельку, не точно, он имеет разбросы технологические, так называемые, в какой-то находится диапазоне. и тогда, когда ставят какие-то устройства на плату и получают микросхемы или приборы какие-то электронные, ставят на плату и получают конкретное устройство, то все равно требуется различного рода согласование, согласующие элементы, понимаете? Ну, как интересно получается. Формула-то не работает, а когда человек после института приходит, и после изучения теоретической физики или физики твердого тела ему говорят, вот есть теория транзистора, она описывается вот такими-то уравнениями, такое теоретическое физическое большое уравнение, много там разных членов в этом уравнении, а потом говорят, это отбросим, это отбросим, а приходит из института учебного или университета человек в научный институт, ему говорят, забудь, что там тебе учили, так, а вот, а как же, там есть формула СА, теория транзистора, да забудь ты, у нас есть гораздо простенькие формулы, корень квадратный, и там простые две формулы, и все, вот по этим формулам считаем крутизну, транзистор, то-то, 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 параметры определенные, и человек задумывается, а чему и меня учили там шесть лет в институте, то есть, понимаете, полный абсурд, кроме того, вот, например, не знаю, не все, я думаю, знают, что существует, значит, такое понятие, как мнимая единица, то есть, есть единица, а есть мнимая единица, и оперируют, опять же, в электронике, электротехнике, и существует раздел математики, теория функций комплексно-переменной, видите, вот надо что-то объяснить, вот и придумывают, то есть, математика используется для, и создаются новые теории математические, математический аппарат, и он очень-очень сложнейший, и порой некоторые математические аппараты понимают несколько человек, и они гордятся, вы знаете, вот несколько человек только понимаем, и гордо ходят, с гордо-понятными головами, так вот, этот математический аппарат для теоретической физики создается именно для того, чтобы описать те теории, которые создают учеными на кончике пера, как говорят, или же обосновать те явления, которые наблюдаются микроскопы и телескопы. А если вернемся опять к вопросу обмана, ну, обмануть, конечно, можно кого хочешь, но нельзя обмануть самого себя. Можно, конечно, только прикинуться обманутым, но тогда возникает вопрос, а для чего это обман, и кому он нужен? Почему ученые или обманывают друг друга, или обманывают себя, вводят любые абсурды в современную науку, чтобы не допустить только пересмотра основ или принципов самой науки? И это не может быть случайностью или недоразумением, понимаете? Кто-то за этим стоит, и кому-то очень это надо, чтобы развитие человечества пошло по ложной эволюционной дороге. А кто прорывается с теми, значит, борется, устраняют, не дают финансовую поддержку и прочее. Кто-то прорвался через эту иллюзию реальности, уничтожается. Вот, например, как был уничтожен Николай Тесла. Вы, наверное, многие знаете американец чешского происхождения, который создавал приборы и устройства на основе совершенно иных принципов. И эти приборы и устройства могли бы, как говорится, осчастливить человечество и сделать его свободным от энергетических кризисов и сохранить экологию планеты. Тесла разработал электрические генераторы, в которых не было ни одной движущейся части и которые не требовали никакого топлива. Представляете, какая экономия, никакие углеводороды, не надо добывать ничего, ни газ, ни нефть, ни прочее, ни жечь уголь и остальное. То есть электричество получалось напрямую из пространства. То есть он нашел Тесла простой дешевый способ еще расщепления воды на кислород и водород. Он создал ряд удивительных устройств и приборов. Кто не знает, есть там, я вот по крайней мере знаю три книги. Почитайте о нем. Но самое интересное, он создал эти устройства, а после демонстрации своих приборов и устройств он неожиданно заболел и умер. А после его смерти все приборы и устройства из его лаборатории пришли представители государственных служб США и забрали. А саму лабораторию бульдозерами в прямом смысле снесли. И известно, что механик, который делал все эти устройства и приборы Тесла тоже бесчезно исчез. И никто ничего не знает до сих пор о его судьбе. А государство США оно пожалуйста как говорится прихватизировало незаконным образом захватило все созданное им и до сих пор ничего в США ни в какой другой стране мира не появилось никакие электрогенераторы Тесла и другие его изобретения. А ведь только вот даже одни его электрогенераторы могли принести достаток тепло экономическую независимость самое главное в каждый дом в каждую семью. А так нас как дойных коров даят производители энергетики и наша ЖКХ этого не произошло и энергетический кризис не исчез а наоборот только обостряется и обострялся и обостряется. Вы знаете, что электроэнергию каким образом получают? Примитивные электрогенераторы с вращающими роторами они сжигают огромное количество природного газа строятся большие гидро и атомные электростанции то есть при этом рушится экология планеты используется ее природные ресурсы отравляется атмосфера ну а атомная энергетика примеры Чернобыля и Фукусимы у всех как говорится на глазу и на памяти чрезвычайно опасны и зная все это то есть источник практически бесплатной электроэнергии уничтожается или по крайней мере скрывают от человечества государствами которые ну сейчас США допустим или другие которые по идее это государство должны служить тому самому человеку ну они служат ну вопрос кому служат таким образом мы видим что теория вселенной оказывает самое непосредственное влияние на реальность которой мы живем и вот каковы эти представления зависит только не уверен зависит не только от того что вот кто-то прав или не прав а вот этот ученый плохой а этот хороший от этого зависит будущее цивилизации то есть будет она существовать цивилизация нашей Медгард Земли завтра или не будет теперь рассмотрев вот эти вопросы как бы у людей должен возникнуть вопрос а что же вообще в этом направлении есть что-то такое позитивное или нет то есть в самом начале я начал с того что вот физика наука физика она как бы пытается построить единую теорию всего и никак не получается строят строят и никак не могут соединить ни слабые ни сильные взаимодействия и носители не буду углубляться в тонкости эти научные факт что единой теории всего не получается в современной науке но оказывается она существует и написана книга и вот если вы откроете рисунок по-моему 27 сейчас вам скажу да 26 то вы увидите эту книгу называется она неоднородная вселенная и автор ее русский ученый Николай Викторович Левашов он написал эту книгу в 2002 году оказывается представляете то есть мы живем в мире в котором уже вот в 17 году будет 15 лет как все известно что оказывается вселенная неоднородна и эта книга и автор Николай Левашов то что он излагает в этой значит книге принципиально совершенно другую теорию вселенной которая позволяет объяснить практически все явления живой и неживой природы а вот если прочесть эту книгу изучить ее то и значит следить за результатами экспериментов последних лет в разных странах мира которые проводятся и в физике и значит и наблюдения которые получают астрофизики и в микромире то результаты экспериментов последних лет в разных странах мира стопроцентно подтверждают основные положения теории Николая Левашова причем экспериментов которым автор не имел никакого отношения которые были проведены совершенно другими учеными которые и не читали теории Левашова и имеют вообще кардинально предположенное представление и взгляды о природе вселенной и никогда не слышали о нем не о его теории так вот значит о нем никто не слышит да не знают а вот просто за то что открыли например в 2006 году Джон Мазер и Джордж Смут два значит ученых открыли чернотельную форму спектра и анизотропии космического микрового волнового излучения что такое анизотропия это по научному неоднородность изотропия изотропия это однородность анизотропия неоднородность то есть они открыли неоднородность микроволнового фоноизлучения то есть фактически подтвердили значит вот неоднородность вселенной в 2006 году они получили Нобеля просто за то что подтвердили неоднородность вселенной понимаете а Левашов в 2002 году написал эту книгу и в этой книге вот это вот это вот открытие то что сделали эти Джон Мазер и Смут это только маленькое только открытие сделанных Николаем Левашовым Левашовым в этой книге вот два слова об этой книге главным отличием от других монографий это монография тоже научная монография но отличие в том что в ней изложена новая для нас всех непротиворечивая теория мироздания причем она легко объясняет все что осталось за пределами понимания современной науки а автор Левашов не использует никаких постулатов напомню опять утверждения принятые без доказательств которые введены наукой для того чтобы хоть как-то объяснить наблюдаемый процесс явления и оправдать свои зарплаты а Николай Левашов использовал только одно единственное определение которое принимается в современной науке о котором я уже говорил то есть это определение материи и оно гласит что материя это объективная реальность данная нам в ощущениях так вот больше никаких постулатов он не использовал ввиду их ошибочности и вредоносности для правильного понимания сути вещей весь остальной материал который изложен в книге является оригинальной теорией мироздания которая повторяю непротиворечива и без каких-либо допущений и натяжек объясняет все физические процессы явления наблюдаемой на земле и в космосе и в этой книге впервые очень кратко но четко и доходчиво изложена вся космологическая теория начиная от природы звезд звездных дыр до процессов зарождения жизни и разума на планетах и вот эту информацию он еще плюс снабдил своими собственными цветными иллюстрациями которые очень помогают для понимания сути объясняемых процессов в книге помогают понять то что все то что скрывалось от человечества за что жгли на кострах инквизиции истребляли в войнах эпидемиях и революциях и хотя Левашов называл эту книгу называет алфавитом и грамматикой новых знаний но без этого тщательного ее изучения невозможно именно тщательного изучения невозможно понять ничего всего остального всего остального очень много интересного что так много окружающих нас в мире этом прекрасном мире который благодаря теориям и знаниям современной науки гобится на корню так вот я сказал что вот эти знания жгли на кострах инквизиции истреблялись в войнах и так далее теперь посмотрим а что же нам от нас скрывают и что так сказать какие данные известны все таки о вселенной поэтому я сейчас вас попрошу открыть рисунки значит а я их прокомментирую седьмой откройте пожалуйста рисунок вот эти фотографии которые я сейчас буду комментировать это фотографии они называются запрещенные я их нашел в интернете и еще есть фильм там в интернете рекомендую посмотреть его называется заговор орион значит он на английском языке есть и есть переведен на русский там значит к тому тексту который там говорится надо с пристрастием относиться там не все истинно но то что там показывает очень интересно так вот часть из из этого фильма и из этих фотографий я как раз сейчас вам приведу вот это фотография на Луне американцы сделали идут куча полемики о том в интернете кто читал что вот одни утверждают американцы никогда не были значит и в общем ломают копию на эту тему были американцы на Луне были они на Луне а то что на самом деле фальсифицировались фотографии с помощью фотошопа кстати в этом фильме тоже показываются и об этом и значит тоже есть правдивая информация и в интернете о том что многие значит вещи были сняты в павильоне и именно особенно первое когда Арнстронг ступил значит на Луну и увидел там присутствие и корабли других цивилизаций сказал мы тут не одни вот по этому поводу ломают копию а вот эти фотографии как раз и подтверждают тот факт что вот видите вот луноход американский видите снят на фоне этих каких-то развалин следующая фотография восьмая видите здесь тоже значит американский астронавт с установкой для видимо взятия проб грунта и на фоне видите остатка каких-то сооружений видно что они рукотворные это природа таких не создает девятый рисунок видите это опять же здесь луноход видно как они на луноходе с правой части движутся а вот здесь значит между холмами купол такой видите это купол базы древних а вспомним наши леды база была наших предков на луне месяце до того как началась ночь сварога и наша Медгард земля зашла пространство перешла рубеж и естественно там уже появляться не стали и захватили темные луну и видимо и Арнстронг и кого-то там и увидел так вот это база древних наших теперь смотрите да это второй же такой же снимок единички помечено это девятый 9-1 база древних с надпись следы высокоразвестной цивилизации Медгард земли купол лунной базы древних а это тоже десятый рисунок значит видите это фундамент недостроенной базы древних и если увеличить посмотреть эти блоки точно такие же технологии как у нас и на земле тех же мегалитов так же все вырезано одиннадцатый рисунок видите это пирамиды на Луне месяц а вот рядом с этой с каменной такой глыбой справа там этот луноход так что наши предки пирамидами наследили где только могли сейчас еще я вам потом покажу значит двенадцатый это одиннадцатый рисунок теперь двенадцатый рисунок здесь видите значит фотография луноходок астронавта американского а рядом врезался в землю НЛО потерпевший аварию а это на тринадцатом рисунке так называемое как у нас в ведах написано врата между мирия энергетические комплексы и с правой стороны вот этого кольца врат между мирия который кольцо такое образует идет астронавт маленький если вы увеличите этот снимок увидите что и сопоставите размер астронавта значит это где-то четыре высоты человеческого роста в смысле это человека в скафандре и по диаметру весьма внушительное то есть через эти врата между мирия проходили не только люди могли проходить но и какое-то оборудование какие-то эти механизмы видите они большие вот если бы американцы видите а это же вот эти все фотографии запрещенные они появились в ходе утечки а так если бы американцы увидев эти врата они бы конечно если бы могли утащили их на землю где-нибудь спрятали как спрятали говорят что спрятаны звездные врата и у них и в других странах которые не работающие это же тоже не работающие звездные врата на Луне но к сожалению современная космическая техника вот такую штучку в карман положить не позволяет и космический корабль тоже а вот какие были космические корабли у наших предков вот посмотрите на 14 рисунке вот это называется Вайтмара это Аполлон 11 когда летал вокруг американский значит полет вокруг Луны они значит фотографировали Луну поверхность и вот сфотографировали вот такой объект смотрите размеры длина космического корабля Вайтмары 3 километра 370 метров высота почти что с Останкинскую башню Эйфелева башня там 324 метра сбоку видите ориентир показан а внизу Квин Мэри вторая это королева Мэри вторая лайнер морской длиной 347 метров вот он на фоне это все видите там вверху размерная шкала а теперь представьте мы из книг узнаем что наши Вайтмары наших предков были разного типа и были маточные похоже это и есть маточный корабль который в который помещалось 144 маленьких Вайтманы теперь прикиньте размеры 3 километра 370 метров маленькая Вайтмара вот те НЛО которые находят сейчас я еще вам покажу фотографии они где-то в 30 метров в диаметре вот так говорят о таких вещах ну если даже 30 метров а 144 значит Вайтмары выстроить в линеечку да вот так как этот корабль в длину умножьте 144 на на 30 метров вы получите величину длину вернее если их выстроить в один ряд то есть все равно это меньше всей длины а их же они помещались ну представьте высота-то и ширина если высота 500 метров а теперь вспоминаем когда мы говорили о на предыдущих эфирах я рассказал что вот доктор физматнаук Чувыров нашел каменную плиту карту по Туфой и там значит как раз показана карта как раз вот этой Западной Сибири и там при исследовании научно-исследовательскими институтами России в 2007 году и генеральный штаб России сделал вывод да это космическая эта карта реальная местности именно Западной Сибири трехмерная и сделана она с помощью технологий которые нам до сих пор неизвестны и сделана она с помощью технологий картографирования из космоса и опять же эту задачу пока не под силам значит нашей решить цивилизации для этого понадобится очень-очень большой срок и там были ромбовидные и прямоугольные площадки и вот одна из площадок я рекомендую вам почитать книгу которая называется сейчас я вам скажу сказ о Ясном Соколе прошлое и настоящее вот да сказ о Ясном Соколе прошлое и настоящее это Николай Левашов то есть это вопрос идет о чем сейчас маленькое уточнение еще сделаю прежде чем продолжить здесь уточняют где фотографии еще раз повторяю фотографии представлены в анонсе если вы слушаете в живом эфире то заглядывайте в раздел анонса и там ищите сегодняшний наш эфир а если вы слушаете в записи то в том случае уже на странице самой записи там все ссылки на фотографии даны это первое во-вторых сказ о Ясном Соколе был изначально напечатан как раз сборники славяно-арийских вет и Левашов дал хорошее пояснение по совершенно верно всем этим что там происходило то есть он сделал полный разбор поэтому читайте наши старые источники потому что там очень интересно в интересной форме давалась информация которую сейчас уже наши так сказать и полторы-две тысячи лет назад наши предки уже забыли потому что ведь в ведах говорится что было потеряно потеряно знание о строении Вселенной так сказать но осталось миропонимание мировоззрение понимаете оно космическое и о предыдущих значит беседах и эфирах мы об этом говорили так вот вернемся к этой Вайтмаре если вы почитаете сказ о Ясном Соколе толкование да и почитайте в ведах и почитайте хотя он и в ведах есть и там же в книге Левашов приводит этот сказ и приводит сказку то есть сказка уже отличается от сказок это уже деформированный сказ это значит сказ оно и есть сказание о реальных событиях о реальном прошлом а сказка это уже так сказать как современным языком сказать обработка понимаете уже преподнести так чтобы было понятно людям это упрощение упрощение совершенно верно чтобы было какие-то вещи надо правильно Алексей сказал простить чтобы было понятно то чего не знают то чего забыли так вот там и написано что на этой карте значит у Чувырова которую он нашел каменной плите там площадка была и прямоугольная площадка в районе как раз значит уральских гор и там южнее и она имела сейчас боюсь соврать точные размеры 27 тысяч квадратных километров по-моему где-то так вы представляете то есть это где-то 170 километров так грубо говоря на 160 вот так на этой площадке помещается Суфа Стерлитамак и куча других городов ближайших вот рядов Суфой и еще останется свободное место то есть такой космодром получился космодром такой представляете какой и надо обратить внимание корабли типа этого там приземлялись надо обратить внимание что если мы говорим про сказ то там рассказывается о том как изначально по земле ходила вот эта девушка когда искала своего суженного Настенька и она дошла как раз до той самой площадки где стояли вот эти корабли которые перемещались уже не по земле перемещались космическом пространстве вот скорее всего одна если мы следуем вот этой вот мысли одна из таких площадок как раз ей была обнаружена то есть она туда пришла и упросилась с торговыми людьми первый корабль с торговыми войтмарами улететь да улететь как раз вот на другую землю то есть в другую не нашу землю не землю которая сейчас называется на другую землю в поисках своего суженного и там попадала она в разные ситуации также перемещалась на других кораблях в том числе не только на торговых но и на более скороходных да и вот вот эта вот эта фотография которую американцы сделали она как раз дает наглядное вы представляете какой какой уровень была цивилизация а у нас в интернете ребята обсуждая я так кавычку говорю ребята авторы обсуждают там значит какие-то технологические решения мегалитов которые там по тысяче две тысячи тонны больше да больше находят не на нашей на нашей территории Сидоров нашел в горной шоре эти огромные мегалиты то есть эти мегалиты это семечки по сравнению то что делали наши предки наши цивилизации представляете какие корабли были и там элементарно если одну на вторую вайтмары вайтманы поставить 144 элементара помещались и там еще ого-го сколько места оставалось и что же там было и сколько перемещалось и вот на таких-то кораблях и перемещались беженцы во время звездной войны которых привезли сюда к нам желтую черную и красную расы они перемещались через врата между миря которые мы только что рассмотрели на 13 рисунке да по-моему 13 да и вот на таких галактических кораблях посчитайте сколько там можно было перевозить огромную использовалась вся мощь цивилизации поэтому та цивилизация которая имела такие значит космические корабли вайтманы вайтмары естественно не одна а союз цивилизаций и мог решить проблему создания луны искусственной месяц да которая нам известно что она полая ученые это определили я хочу еще тоже тоже допомнить что корабли вот эти которые существовали они описаны не только в в данном случае в сказе о ясном соколе но и в каких-то еще упоминаниях например есть упоминания о том что прибыл сюда корабль груженный определенным видом камня из которого строились определенные строения как наземные так и под земные многоэтажные и только одна разгрузка при помощи тех технологий которые тогда существовали заняла несколько месяцев только разгрузка этого вот этих это конечно фантастика ну вот представляете то есть какой объем был каких размеров это были если мы учитываем что они руками это грузили не при помощи мулов валов и лошадей а грузили при помощи той современной техники и то несколько месяцев чтобы не повредить чтобы аккуратно перенести разгрузить сложить несколько месяцев это все было, и людей было несколько тысяч из разных общин, которые принимали участие в этой только разгрузке, не считая зодчих, которые строили, не считая мастеровых, которые прорубали подземные сооружения и надземные что-то строили и так далее, инженеров и так далее. То есть здесь, если мы поднимаем какие-то упоминания, хотя бы упоминания, даже с учётом каких-то изменений, потому что не все, к сожалению, в чистом виде до нас дошли, где-то даже может быть какие-то додумки есть, всё равно. Даже если вот это всё учесть, то как-то так становится очень обидно, что мы скатились до такого очень низкого уровня. Обидно, что мы не совсем соответствуем тому высокому званию и расчёты наших предков не совсем, наверное, оправдываем. Согласен, Алексей. Хотелось бы надеяться, что появится ещё такая информация, о которой сейчас Алексей сказал. Может быть, волхвы ещё и придерживают что-то такое, и может ещё что-то дадут и напечатают новенькое, и мы узнаем нашей цивилизации что-то новое. Я думаю, что дадут и в том смысле, в том смысле, в том смысле добавят. Только тогда, когда мы будем соответствовать этому. Потому что, ну, нельзя обезьяне давать атомную бомбу. Ну, нельзя просто. Нельзя обезьяну сажать за пульт управления ракет, которые такие высоко взлетают и быстро падают, и что-то там взрывается. Нельзя это делать. Поэтому, если мы находимся на очень низком уровне, то и знания нам даются те, которые мы сможем постигать. А знания эти всегда в таком случае упрощённые. Это первое. А второе. Иногда даже и знания эти упрощённые в виде не даются. Потому что, если ты привык смотреть телевизор, ну, смотри его, что ж тебе взять-то? Ну, что ж, сотрут очередную цивилизацию, заново построят. У нас возможностей огромное количество. Переживать здесь абсолютно никому не надо. Стирались уже цивилизации. И ещё раз сотрутся, если надо. Заново люди здесь рассеются. И заново будет всё строиться. Это школа. Так что подходим философски к этому вопросу. По поводу фотографий, небольшое уточнение. Всё-таки, когда я так внимательно рассматриваю, сдаётся, что, на мой взгляд, не все фотографии можно воспринимать как истину. Есть, скорее всего, фотографии всё-таки постановочные, так, на мой взгляд. Но... Ну, я здесь могу сказать своё мнение. Вот я недаром сказал, что постарайтесь посмотреть ещё вот этот фильм, как он... Заговор Орион. Дело в том, что там и показываешь, как фотошопом скрываются многие вещи. Понимаете? Вот. Поэтому там всё это надо, конечно, анализировать. Это то, что я говорил на предыдущих эфирах, как это делается. Там достаточно всё очень тонко делают. Там и фальсификация, и сталкивание мнений специальное. Понимаете? Чтобы только людей увести от истины. Ну, пойдём дальше. Значит, 15-й рисунок. Это уже Марс. И видите, то, что мы сейчас говорили как раз о мегалитах о этих... Это вот так называемый верхний снимок. Сфинкс, видите? И, значит, там ещё есть рядом пирамиды. Вот. А это вот второй снимок, увеличенное лицо сфинкса. То есть, это всё видно. Видите? Даже с космического снимка видно, что это рукотворное. Дальше. А 16-й рисунок – это фотографии из того же фильма. за горы Олеон, да? Это, по-моему, немецкие, значит, немцы пытаются раскопать, видите, космический корабль НЛО, который врезался где-то в горах. Я точно не помню. Вот поэтому отсылаю вас к этому фильму. Дальше. Вот это тоже. На Луне мы говорили базу древних, да? А видите, точно такая же есть на Земле. И вот это разные. И даже по структурам, как она изготовлена, повторяется. Видите, какой-то глушик где-то в дебрях лесов. Вот она же только черно-белая. И это 18-й рисунок. А 19-й тоже. Это же рисунок, который цветной, зелёный, а это он черно-белый. Это же база. Видите, конструкция на этаже. А 20-й рисунок – это НЛО, который наши нашли в Антарктиде, но не могли его поднять. И попросили там, вроде в фильме говорится, в этом рековой помощи попросили, но американцы не захотели поднимать. И в итоге взорвали, чтобы не досталось никому. Вот такой комментарий, так ли это или нет. Но вот такой комментарий даётся в этом фильме. А теперь я ещё скажу, значит, вот что. Если мы вернёмся к книге Левашова и его фендерменному труду «Неоднородная вселенная», в котором он описал и создал полноценную картину мироздания, то, значит, в начале, в первой главе «Аналитический обзор», он, значит, пишет интересный момент. Сейчас я вам процитирую. В ведах, в книге «Света», возраст которой 40 тысяч лет, излагается картина мироздания, которая просто потрясает своей точностью и полнотой. Невероятно, но факт, который вынужден будет признать каждый, кто откроет эту книгу. Вот что там написано. Кто читал, я ещё процитирую. В истинном изначале, вернее, тогда, когда бесконечной новой вечности разлилась великим мощным потоком жизнь, несущая сияющая Инглия, первозданный жизнь, порождающий свет, в новой действительности рождены были разнообразные пространства из реальности миров Яви, Нави и Прави. И чем ближе к изначальному источнику света располагались эти пространства и реальности в различных сияющих мирах, тем большими мерностями эти величайшие пространства и реальности были наполнены. То есть 40 тысяч лет назад знали о том, что существует множество Вселенных, имеющих разную мерность и образующих все вместе единую пространственную систему, которая будет, условно, называть матричным пространством. Дальше продолжаем с беды. Как ветви древа соединил первозданный животворящий свет листочки реальности нашего мирового древа с могучим сияющим стволом. И каждый листочек реальность сиял безмерно, переливаясь ярким светом различных солнц, а ствол мирового древа уходил многочисленными корнями своими в бесконечную новую вечность, порожденную в новой действительности. То есть Левашов пишет дальше красивым, образным языком, доступным для понимания любому человеку, вне зависимости от того, жил ли он 40 тысяч лет назад или живет сейчас, была передана нашими предками информация об устройстве Вселенной. И поражает точность и масштабы переданной информации. Наша действительность, Вселенная, которая только частично известна современным ученым, показывается, как маленькая часть, как песчинка на берегу Безбрежного океана. Она, Вселенная, только один листочек реальность нашего мирового древа. И каждый такой листочек реальность имеет свою мерность и строго определенное положение на стволе мирового древа. Любопытно, не правда ли? То есть излагается принцип квантование пространства по определенному признаку, который в современной физике называется, как процесс, происходящий на уровне микромира, квантование электронных орбит у атомов. Микромир довольно глубоко изучен ядерной и квантовой физикой, а в то же время, как изучение и представление об устройстве макромира находится на начальной стадии. Как видно из анализа Николая Левашова, 40 тысяч лет назад хорошо знали и представили устройство не только нашей Вселенной, но и всего нашего матричного пространства, мирового древа. И в этом матричном пространстве наша Вселенная показана как часть, как песчинка на берегу Безврежного океана. А вспомните, на предыдущих эфирах, когда я говорил и показывал, что одним из самых распространенных элементов в ведическом, значит, в ведических изображениях было изображение мирового древа, древа жизни. И вот теперь, представьте, мы зачитали этот кусок из наших вед, да, с информацией, которая написана там. А теперь сопоставьте его с той информацией, которую нам ежедневно сообщают, ссылаясь на экспертов науки так называемой независимой СМИ. Мы, люди Земли, планеты Земля, произошли на нашей планете от обезьян. За период эволюции в 40 тысяч лет, а с этого времени находят останки современного человека Homo sapiens, сообщаются, что из черной расы, якобы вышедшей из Африки, появилась красная, белая и белая раса. Посветлели. За последние 2 тысячи лет человек добился огромных успехов. Размножился, разрушил экологию своего дома, слетал на Луну, возможно, полетит к Марсу с Божьей помощью. Ну, вы знаете, кругом сейчас и в звездном городке, и иконы, и на космических кораблях, и освещается все. Правда, все равно, как падали, так и падают. Планета не в состоянии прокормить 7 миллиардов людей, поэтому в ближайшем будущем человечество ждут войны за ресурсы. Еще нам, в связи с массовой информацией, сообщают, мы одни в космосе. Сколько ни смотри в телескоп, кроме нас, никого больше нету. Поскольку 90% нашей Вселенной, как только что мы говорили, неизвестные науки, черная материя. И периодически пугают землян предстоящим апокалипсисом и продвигают идею мирового правительства о том, что на планете должен остаться один золотой миллиард. Не правда ли замечательная перспектива вырисовывается? Вот это все называется манипуляция сознанием людей. И вот сегодняшняя официальная наука, в том числе физика, о кредитах которой мы и говорили, это ортодоксальная религия. И она очень отличается от науки, допустим, конца 19 века. В то время тоже математика пользовались, но понимали, что математика это инструмент. А сегодняшние ученые постоянно молятся о символы-формулах. Но символы-формулах это не процессы в реальной природе. А ученые молятся и просят дать откровение через какую-то заколючку. И делается все это, все, что я сейчас говорю, для того, чтобы, как мы говорили на этой беседе, что за математическими значками не стоят реальные процессы. А приборы с узнанчевиком базируются на пяти органах чувств, которые человек абсолютизировал. И на базе множества постулатов пытаются строить теории. А математика как раз и нужна и для того, чтобы оправдать эти теории. И при этом ученые, имеющие представление только о 10% материи Вселенной, выступают экспертами и строят теории на базе знаний этих 10%. В итоге рождены теории, которые не имеют подтверждения в реальном мире. И эти теории в кавычках современной науки привели к той ситуации с экологией, которая сейчас существует на планете. Когда миллионы людей уже, представляете, так называемые экологические больные. Это люди, которые получили свои заболевания только из-за нарушения экологического равновесия в результате так называемой «разумной» деятельности человека. И современная цивилизация наша, идущая по пути технократического, потребительского общества, в настоящий момент подошла к критической точке своего существования. И в этом ей, к сожалению, помогает в кавычках современная наука. Ученые, назвав эти неизвестные 90% материи Вселенной темной материи, они при этом ничего не изменили. Ведь формирование мировоззрения происходит через формирование представлений о том или ином явлении на основании чего? Фактов, наблюдений или экспериментов. И вот, казалось бы, анализ пути развития науки дает определенное представление и о некоторых закономерностях развития самой науки. И это должно как-то сказываться и на мировоззрении тех именно, кто относит себя к категории ученых. Но из истории известно, из истории науки известно, что когда возникает критическая ситуация, то представители старой концепции в научном мире, они бросаются любыми способами спасать ее. Они разрешают возникшее противоречие путем отказа от этой теории в силу их неустранимости. В итоге всегда кризис заканчивается научной революцией. И вот подобная ситуация возникла и в современной науке. А сейчас несколько слов хочу еще раз сказать о символике русской ведической традиции. Вот переключите, пожалуйста, на 21 рисунок, фотографию. Это роспись потолка. Боюсь соврать, по-моему, где-то в Палестине или в Сирии это я нашел. видите, значит, здесь на этом, на этой росписи вот как раз символы русской ведической традиции. И отдельные элементы вот этих символов можно видеть у других народов. И совершенно разных народов, которые в совершенно разных частях света живут. и вот символика русской ведической традиции, она несет понятие о мироздании, о космосе. Символы они не несут религиозного смысла, как нам фальсификаторы говорят, которые приватизировали, кстати, некоторые фильмы, символы. Эти символы несут представление о неоднородной вселенной, о взаимосвязи между микрокосмосом, макрокосмосом и человеком разумным. Это представление цивилизации высокого уровня развития. И вот если вы посмотрите на вот этой фотографии, там есть и трехлистник. Я вот эти элементы, для того, чтобы легче было разбираться, выделил такими красными прямоугольниками. Вот. И вот, например, верхний прямоугольник, там спираль закрученная, да, потом, значит, это квадрат, вернее, а прямоугольник вверх, и там два трехлистника, но они в виде отдельных таких элементов расположены, значит, в виде треугольников по бокам, дерево жизни, потом, потом шестилучевик, до шестилучевика мы сейчас дойдем. Обратите внимание, видите, шестилучевик, это в виде такого цветочка из шестилучей, да, несколько. Вот. Следующий, двадцатый рисунок. Вот здесь видите, это тоже, по-моему, в Турции найдено, так сказать, в Малой Асии, не Азии, а Асии. Вот резал мастер какой-то из дерева вещи, видите, левую сторону он сделал, а правую нет. И видите, здесь тоже все спираль сначала, да, потом шестилучевик разный, и опять спиралидный, то же самое из православия. То есть художники, многие художники были посвящены, посвященными, понимаете, они знали многое, по крайней мере, знали, а может быть, и простые люди знали, вот это миропонимание было, понимаете, ведь было много ведической литературы, которую потом сожгли в библиотеках, и вот это знаний не было, потому что в ведах же написано, что останутся после катастрофы 13 тысяч лет назад только волхвы-хранители, то есть библиотекари, понимаете, их задача сохранить то, что осталось, а знаний не осталось, здания были потеряны после этой катастрофы, когда в дикость впали, и все равно подтягивали. Теперь 23 рисунок, видите, здесь шестилучевик раскрашен, и еще какая-то символика, но тут она затерта, она не видна, на кувшине, а посмотрите, какой кувшин, какой формы, великолепный, да, все наши предки так делали, дикие варвары, а вот это вообще бесподобные вещи, это вот шестилучевики, видите, это опять же Малая Ассия, где-то по-моему в районе пергама, видите, посредине дерева жизни, так изображено в виде кувшинья ставят цветы, а справа и слева шестилучевик, и вот 25 рисунок это как раз шестилучевик, и сейчас я вам процитирую, значит, это вот как раз из книги Левашова «Недородная Вселенная», то есть шестилучевик это один из элементов пространственных узлов, то есть это как атом, представляете, а там, а в этом атоме наша Вселенная, там ее и не видно, представляете, какие структуры, так вот, что пишет Левашов о шестилучевике, который символическое изображение, ведических этих изображений, я вам только что показал на разных артефактах, а я только маленькое количество взял, а этих фактов просто огромное количество, так вот, сам шестилучевик представляет собой только один из бесчисленных пространственных узлов, так называемого матричного пространства, эти пространственные узлы располагаются в пространственных сотах, когда каждый из шести лучевиков подобен атому, расположенному в кристаллической решетке, если бы последняя имела бы сотовую структуру, какие же пчелки создали эти космические соты, как это не покажется некоторым странным, этими пчелками является сама природа, точнее, простейшие законы гармонии между свойствами и качествами пространства и свойствами и качествами материи, это пространство наполняющих, так называемое матричное пространство представляет собой ленту мебиуса, знаете, наверное, что такое лента мебиуса, созданную из космических пространственных сот, изумительное по своей красоте и грандиозной изящности и современное создание природы, совершенства. Человек, один раз увидевши это, никогда не сможет его забыть, но и само матричное пространство, в котором один шестилучевик, подобный нашему, только один ничтожный атом, это в матричном пространстве, представьте, атом этого пространства является только одним из множеств слоев, то есть матричное пространство это одно из множеств слоев, то есть какое представление реально о Вселенной. Вот вам и объяснение абсурдности идеи Господа Во всех земных религиях Господь Бог создает Вселенную, но Он создает ее в том виде, как себе ее представляют люди, которые смотрят в ночное небо и наблюдают на нем звезды и планеты и другие явления в пределах видимости. И почему-то создаваемая Господом Богом Вселенная точно соответствует именно этим представлениям человека. Не сурази просто получается. Господь Бог создает Вселенную, ориентируясь именно на человеческое представление о ней. А человеческое представление о Вселенной были, есть очень далеки от того, какой она является на самом деле. Та часть Вселенной, о которой имеют представление жители Мидгард-Земли на современном этапе развития ее цивилизации, и то, что отражено в религиях, является только очень маленькой частью реальной Вселенной. Настолько маленькой. Смотрите, какое сравнение. Насколько одна песчинка меньше той Вселенной, о которой имеют представление люди. И даже это будет очень условное сравнение. В реальности сравнения еще более впечатляющие. И теперь скажу следующее. Вот, поговорив о ведической традиции в изображениях, символах ведической традиции, нужно сказать следующее. Что, и на предыдущих передачах я говорил, и мы обсуждали эти вопросы, что главная цель фальсификаторов заключалась в том, чтобы скрыть реальную роль русской ведической цивилизации. Которая насчитывала сотни тысяч лет своего прошлого, а не 1150 лет, которые нам рассказывают в истории. И которая была матерью всех остальных великих цивилизаций древнего мира. И закончить я бы хотел свою беседу вот цитатой из книги Левашова «Сказ «Ясна в Соколе. Прошлое и настоящее». От того, какую информацию впитывает в себя развивающийся человек, какого она качества и какова ее многогранность, этой информации, зависит, остановится ли развитие конкретного человека на стадии собственного человека разумного. Или продолжится и в стадии высокоразвитого человека. Развитие человека на этих двух стадиях в основном активное. Оно происходит через действие. Действуя, человек пропускает приобретенные знания через себя. И при правильном применении истинных знаний достигает состояние осмысления этих знаний. И тогда знание из мертвого груза превращается в животворящий поток, который заполняет без остатка действующего, превращая последнего из потребителя в творца. При этом развивающийся человек достигает состояния просветления знанием. И с этого момента начинается его развитие в стадии высокоразвитого человека. На этой эволюционной стадии не существует предела развития для человека. И прежде чем продолжить, хотелось бы обратить внимание на слово «развитие». Это пишет Николай Левашов. Казалось бы, слово как слово. Но стоит только немного сосредоточить на нем внимание. И для генетически русского человека это слово заиграет всеми красками своего истинного значения. Слово «развитие» образовано из двух слов. «Ра» и «виток». Или «виток» – «ра». А буква «з» выполняет функцию соединения двух корней. Один корень «ра» и второй «виток». Корень «ра» несет в себе смысл просветления. А корень «виток» – переход на более высокий уровень понимания просветления. В силу того, что смысловое значение слова «ра» более значимое, чем слово «виток», наши предки всегда это подчеркивали, помещая слово «ра» впереди любого другого при объединении нескольких слов в одно. Другими словами, существовала иерархия слов русского языка в соответствии с их смыслом и значением. И чтобы убедиться в этом, что это именно так и есть, достаточно обратить свое внимание на другие слова русского языка, которые образованы подобным же образом. Например, слово «развернуть». Это слово также имеет два корня «развернуть». Или если это слово разделить на слова его образующие, получится следующее «равернуть» или «вернуть» «ра». И относилось это слово к человеку, и означало это слово «возвращение человеком состояния просветления знаний». Благодарю за внимание. На этом я закончил бы. Хорошо. Если можно, Алексей, попить водички. Одну минуту – перерыв. Да, я могу и три минуты включить. Пока водичку пьете, значит, включим музыкальную паузу. Говорили про Луну, вот даже не знаю, что поставить. Давайте поставлю группу «Браво» на лунный свет. Не помню этой песни, но мы сейчас с вами вспомним заодно, что же такое на лунный свет. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 13 декабря 2016 года. Вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных. Третий день месяца белого сияния покоя мира. 7525 лета. Аж пятница. Человек и вселенная. Кризис физики. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Леон Григорьевич Феденко нам провел лекцию поучительную. Коротенько, так сказать, на два с половиной часа. И мы переходим к вопросам, которые появлялись в чате Народного Славянского Радио за все это время. Вопросы развернутые и не очень. Типа реплик или еще как-то. Но появилось их много. Поэтому времени нас мало. Вопросов много. И все вопросы, наверное, надо будет как-то озвучить. Итак, вопрос в эфир от Владимира Измытича. Физику считаю своей второй виртуальной мамой, поскольку вырос на учебниках физики. Хорошо вырос, молодец. Первая проблема современной физики состоит в том, что научное здравомыслие практически безнадежно утонуло под грузом теорий эфира. Торсионов и релятивизма. Не ругайся, пожалуйста, такие слова употребляешь. Вторая проблема – целевое финансирование. Кто платит за исследования и финансируется за оборудование, тот и владеет результатами. Вплоть до их коррекции. Третье – неполноценное образование самих физиков. Печально кончил. Начал хорошо, кончил печально. Пожалуйста, что скажете? Ну, там еще конец дальше. Это не все. Ах, еще. Хотя бы на эту часть ответить. Ну, я, так сказать, здесь, в принципе, ничего против не имею, то, что он описал. Единственное, что по поводу эфира не потонуло. Просто многие физики, здравомыслящие, возвращаются на те позиции, которые были в конце XIX века. То есть, когда подсунули вот эту обманку АТО и СТО, значит, общей теорией относительности специально, тогда, значит, доминировала как раз теория эфира. И я вот и говорил про Дайтона Миллера, да, который и своими этими опытами подтвердил, что да, наличие эфира есть. А товарищ Эйнштейн, ссылаясь на Микельсона Морли, мизерными этими, сказал, что нет. Поэтому... Ох уж этот товарищ Эйнштейн, такого понаговорил, такого. А сам язык высунул, он и довольно сидит. Продолжаем. Почему возникает тёмная материя, тёмная энергия? Потому что у современных учёных не сходятся расчёты. Вот и возникает дилемма. Либо признать предыдущую деятельность несостоятельной и признать факт напрасной траты денег. Либо придумать заплатку на коричневую ткань современной физической модели мира. Основные заплатки – это теория относительности. Большой взрыв, тёмная энергия, тёмная материя, многомерность и утверждение, что время – тоже мерность, пространство, комплексное число и так далее. Вот с этим абзацем как? С этим абзацем тоже полностью согласен, за исключение одного. Время – это искусственная величина. Это не есть никакой параметр Вселенной. Это искусственная величина, которую придумала человечество. Для чего? А для удобства. Для того, чтобы мы встречаемся. И мне Алексей говорит, вот встреча будет в эфире в 20.00. Сверим часы. У меня, так сказать, не имеем мы одинакового принципа. Мы, значит, и не встретимся в эфире. И Фиденко будет где-то выступать по другому радио, если его пустят на другое радио. А, значит, Алексей будет в растерянности, где же Фиденко. Поэтому вот время для того и придумано. Это просто практически. Вспомните, у наших предков было раньше совершенно другое, так сказать. И в году было количество 360 дней, да. Оно делилось на разное количество месяцев. Количество в неделе было 9 дней, да. Ну, один из таких календарей, который подается как древний, там, да, 9 дней в неделю. Разные варианты были. 40-41 дней. Так удобно. 16 часов в сутках. Понимаете, это же не значит, что реальность такова. А вот так разбивали, какой час был. А к тому же были и другие единицы измерения того же времени. Вот я сегодня не сказал, была такая единица. Сиг. Есть в русском слове слово сигануть. Вот когда мы обсуждали и посмотрели картинку врат Междумирия или звездных ворота, да, врата, как по-современному. Вот когда человек, значит, в эту систему энергетических комплексов вступал, значит, то через одну 300 миллиардную, значит, единицу времени сиг, он, значит, перемещался. Одну 300 миллиардную единицу секунды. Это сиг. Представляете? Вот каким единицам оперировали наши предки. Он перемещался с одной Земли на другую, с Медгаль-Земли на врата между мирами. Мирами у нас предки называли звездные системы. То есть чертоги, созвездия объединялись в миры, понимаете? Где звездные врата стояли? То есть происходило, звездные врата работают на принципы искривления пространства. И все. И вот за такое время человек перемещался. Почему и через звездные, значит, врата происходила эвакуация с тех планет Земель, значит, черную, желтую и красную расу, которые воевали на стороне светлых сил во время очередной 40 тысяч лет назад, когда Перун прилетал и рассказал об этой звездной войне. Вот тоже перемещались через звездные врата. А так со всем остальным я с автором, кто пост написал, согласен. Да, у нас перемещения были на ближайшие какие-то земли. Это, скорее всего, при помощи космических кораблей и так называемых. Если куда-то надо было подальше сигануть, и неудобно было туда гнать корабль, может быть, какие-то гравитационные условия не подходили или еще что-то. То вот в этом случае как раз врата между миром. Кстати, вот если мы смотрим какие-то фантастические фильмы или сериалы, там же ведь очень много, что правдиво рассказывается. И вопрос, откуда они взяли всю эту информацию? Ведь что, навеяло просто так? Вот «Звездные врата», например, очень интересный фильм, когда вдруг ребята оказываются на другой земле, на другой планете по-современному. Там цивилизация в упрощенном виде. И там как раз рассказывается один из вариантов, как космический корабль в виде пирамиды туда опускается. И вот эти вот повелители, пришельцы, они держат всех в таком состоянии полуобезьян, полулюдей, где есть религия, запрещающая им развиваться, есть какие-то табу, запрещающие что-либо делать. И вот они в таком состоянии живут, оборванные. Ими просто управлять. У них нет оружия, чтобы они могли защищаться. У них нет знаний, которые они могли бы использовать, применять. Вот чем-то мне это напоминает что-то. Вот где-то это я уже видел. Конечно, немножко в другом варианте. Но где-то что-то я уже видел. Как-то вот мучаюсь в догадках. Что же это вот мне напоминает? Ну ладно, идем дальше. Есть продолжение дальше к этому вопросу. Леонид Григорьевич, есть интересная история. Может, ты знаешь об этом. Ломоносов вел научные споры по поводу теории гравитации. Но проиграл. И потом умер. Теория гравитации по Ломоносову основана на рассмотрении совокупного гравитационного поля всех объектов Вселенной, которое оказывает локальное воздействие на объекты, что выглядит как притяжение. Но фактически является приталкиванием извне. Совокупное гравитационное поле имеет невероятно большую напряженность и практически неисчерпаемо. Есть мнение, что Ломоносов был прав, а Ньютон ошибся. Но развитие науки пошло поболее проработанному на тот момент пути Ньютоновскому и дошло до тупика. Когда ошибка в базисе не позволяет развивать фундаментальную физику, как итог фундаментальной науки плодятся мошенники и проходинцы типа Хокинга Стивена. Леонард Григорьевич, ты в курсе про теорию гравитационного приталкивания Ломоносова? Что думаешь? Ну, прежде чем отвечать на вот этот последний вопрос, я хотел бы сказать вот следующее. Что, значит, видно, что автор, кто написал, я, к сожалению, долго мы читаем, я уже забыл имя. Владимир Размятиевич. Владимир Размятиевич, да. Видно, он, так сказать, все-таки правильно написал, что физика его там няня. Вот, но я бы что ему порекомендовал? На учебниках Рос. Да, на учебниках. Так вот, я рекомендую, значит, вот ту книгу, которую я сказал, «Недонародная вселенная Левашова», приобрести или бесплатно скачать в интернете. Она и продается, значит, в сети в интернете можете купить, и изучить ее. Тогда вот многие вопросы, которые у вас есть, они отпадут сами собой. Я не буду, так сказать, вникать в детали этой книги, потому что, ну, чтобы общаться по этому поводу, надо, чтобы человек прочитал. Понимаете, иначе я буду сотрясать воздух, а люди будут задать вопрос, а что это, а что то. Вот, поэтому я рекомендую, я думаю, он еще потом мысленно поблагодарит меня, что хорошо ему посоветовали тогда почитать эту книгу. Жизнь изменится, изучая эту книгу. Значит, а по поводу теории Ломоносова, к сожалению, я вот этой версии не знаю, да, по поводу теории гравитационного подталкивания Ломоносова, притягивания, приталкивания, не слышал эту версию, поэтому комментировать никак не могу. Интересно, у нас сегодня эфир получается, так обмениваемся, вот ты вот это почитай, а ты вот это почитай. Благодарю, ага, благодарю. И друг друга будем добрыми словами вспоминать. Ну, к сожалению, понимаете, я могу сказать, как, значит, в теории неоднородной Вселенной рассматривается гравитационное поле. Понимаете, но мне сразу скажут, да докажи, а надо прочитать книжку 500 страниц, понимаете. Это книга, он поймет меня, Владимир Владимирович, это книга, описывающая теорию поля, ту теорию поля, которая пишет современная наука, пишет-пишет всем миром. Да никак не напишет. Но Нобелевские премии получали. Хорошо, я в хорошем смысле говорю, мне нравятся такие эфиры, когда... Нет, 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 я, Алексей, без претензий говорю. Когда обмениваются люди просто и что-то для себя познают, хотя берут на заметку. Я вот теперь услышал, интересно, посмотрю, поищу, что это такое за теория. Теория гравитационного приталкивания вопроса. Да, я понял, да, но поищу. Дальше интересный вопрос в эфир, Аставр Мидгард. Эх, дабы знал он, что в данный момент здесь никого нет, только он один и его самомнение. Точка. Это чей, в мой адрес огород, что ли? Не знаю, вот так написано, вопрос в эфир. И все, и вопроса нет? Вместо строчек одни точки догадайся, мол, сама. Вот как в песне пелось. Я могу ответить теми же точками. В каждой строчке только точки, догадайся, мол, сама. Кому это? Асвард Мидгард. Аставр Мидгард. Если, я понял так, если я знал, что в этот момент в эфире никого нет, ну тогда, если бы никого не было, то, наверное, и вопросов бы не было. Вопросы появляются из такого пространства между мирами. Так раз, появился. В виртуальном, наверное, из Аствартовского. Нет, ну нет, мы же находимся в виртуальном мире, все-таки интернет – это виртуальный мир, мы в нем находимся. Вот раз, так и появился вопрос. Так что он… Давайте дальше, Алексей, иначе… Идем дальше, да. Василий. Мы сейчас можем песен много спеть, да? Василий из Саратова дальше продолжает. Вопрос в эфир. Лен Григорьевич, как думаете, что такое параллельные вселенные, сколько их, и каким образом мы воздействуем на прошлое и будущее? Благодарю за ответ. Василий из Саратова. Значит, параллельных вселенных огромное-огромное количество. Значит, это я говорю о чем? Только что я вам читал отрывок из «Что такое шестилучевик». И там одна вселенная наша, да, это лепесток на одном, так сказать, как песчинка на берегу Безбережного океана. Помните, дальше я цитировал, как Левашов дает представление. То есть современное представление о этих параллельных вселенных и других, значит, структурах космоса, которые существуют. Вот я опять рекомендую конкретно Василию из Саратова обязательно привести эту книгу и почитать. Там описано не только строение вселенных, но и разных других объектов до шестилучевика. Вот надо бы нам, всем землянам, хотя бы разобраться, как устроены все эти, значит, пространственные структуры, которые возникают согласно законов природы, реальных, которые существуют в микромире и в макромире, а не те, которые выдуманы нашими учеными в нашем срединном мире. И там описаны, кстати, и вселенные, и там и рассказаны. Вот я говорил про ленточку Мебиуса, да, в общем, там интересно. И там достаточно, я говорю, эта книга написана простым языком, доступна, с хорошим советским образованием средней школы. Там есть формулы, они не сложные, не такие, они не используют тензорные зачисления или хотя бы, ну, про тензорные зачисления не знают, наверное, все, теоретическую физику не изучали, а даже, так сказать, элементарные, так сказать, дифференциальных уравнений. То есть такие вещи, которые человек окончил свою среднюю школу, знает, понимаете. И все понятно, самое главное, логически выстроено. Все это в состоянии понять любой человек, если он желает. Понимаете, а просто так сотрясать воздух. И вы спрашиваете, что такое параллельная вселенная. Ну, понимаете, можно говорить только предметно. То есть если бы сейчас было время у меня на, ну, я не знаю, ну, 10 минут, 15, да, чтобы это рассказать, показать картинку, может быть, и полчаса заняло бы, тогда бы это был полноценный ответ. А так вот просто я скажу, и вот будет точно такой же комментарий, как написал предыдущим товарищем. Ах, да, бы знал он, что в данный момент здесь никого нет, только он один, и его самому не есть. Понимаете? Понимаем. Еще проще ответить. Ответить можно так. В человеческом представлении, ограниченном, ограниченном человеческом представлении, миров несчислимое количество. Поэтому вот и вселенных, и миров, и земель, и так далее. Поэтому вот, ну, вот так вот. Вопрос в эфир от Владимира Замытьевича. Лен Григорьевич, может быть, сразу скажу обидное слово, но лучше уж сказать. Вот возьмем два так называемых мира. Мир физиков и ведический мир. Вот разделил так Владимир, да? Хотя далеко не всякий способен сказать, что это такое. Дятлов и там, и там достаточно. И вот вместо того, чтобы пройти по тончайшей нити здравомыслия и найти общие точки опоры для диалога, люди мракобесят во взаимном категорическом отрицании или идеалистическом приятии полной чуши. Почему так происходит? И как взаимодействовать? Ведь нужно выводить мир из тупика. Значит, взаимодействовать надо по-любому. Но взаимодействовать нужно через просветление знаниям. То есть вот давать информацию, правильную информацию, обсуждать ее. Значит, аргументы, не должны быть аргументы. Вот дятлы, вы дятлы физики, а вы дятлы ведисты, а мы дятлы федисты. Двое людей пытаются что-то понять, они должны друг другу помочь. Один знает что-то, другой что-то. Найти точки, общие точки соприкосновения. А базис должен быть конкретный. В том базисе, который существует современная наука, общего понимания не найдете, гарантирую. Современная наука, физика не дает общего базиса для того, чтобы ведисты поняли физиков, а физики поняли ведистов. Понимаете? Потому что физики считают, что мир только материальный, все, мы только живем, едим, спим, совокупляемся, извините, и помираем, хоронят нас на кладбище. Все. Ведисты по-другому считают. А вот то, что я сегодня говорил о нервной вселенной, это новый фундамент. И вот в этом базисе нового фундамента, если люди изучают, то они, поверьте, в дальнейшем, потому что я общаюсь с конкретными людьми, которые изучили. Кто-то больше, кто-то лучше меня изучил. И общаемся, и выясняем те вещи, которые непонятны. Понимаете? Но должен быть единый фундамент. Современная наука, современная физика, о которой мы сегодня говорили, кризис физики, такого фундамента не дает. Поэтому посмотрите, что происходит. Видите, я 40 лет занимался, так сказать, работал в науке. У нас же считается, что есть фундаментальная наука, белая кость, и черная кость – это прикладная наука. Вот я в прикладной был, да? А реальная-то наука существует только прикладная. Потому что люди, которые пишут на кончике пера, как мы сегодня обсуждали, ничего не написали. Я могу кучу примеров рассказать, как в микроэлектронике. Периодически к нам приезжали из Российской Академии Наук или Академии Наук Советского Союза ранее, приезжают лекторы и начинают рассказывать. Вот то-то, 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 то-то. И теперь вот у вас никаких, поскольку электронная волна и частица, ну, это я так утрирую, ну, какие-то обоснования теоретические рассказывают, теперь будут какие-то проблемы. И вот технологически вы не сможете изготавливать интегральные микросхемы минимальным размером кристалла, допустим, 0,5 микрона. Проходит там пару лет, изготавливается. Опять приезжает этот же товарищ, он уже не кандидат наук, а доктор наук, и поет новую песню, что, понимаете, опять же, приводит какое-то, значит, обоснование, электронная-то не частица и волна, дуализм, ля-ля-ля-ля-ля, словоблудие, понимаете? И теперь вы только сможете изготавливать не более, значит, 0,1 микрона. Проходит некоторое время, и, оказывается, и это могут изготавливать. И так этот процесс. А он уже член-корреспондент, понимаете? Поэтому в этом базисе, который существует в современной физике, общий язык найти невозможно. Физик, занимающийся физикой твердого тела, не понимает физика, которая занимается физикой элементарных частиц. А его не понимает физик, который занимается быстро притекающими процессами. Понимаете? Вот так. Потому что кругом одна терминология и термины, и постулаты. И поэтому, чтобы понимать, надо выучить термины, терминологии той области деятельности, которой занимается твой оппонент. А иначе вы будете разговаривать на разных языках. Это так коротко. Понятно. Здесь, мне кажется... Вот поэтому вот эта книга, «Нетнородная вселенная» как раз и даёт новый фундамент и возможность взаимодействовать и объясняться, и доказывать, и ждать. Мне кажется, что, как и в жизни, всегда более ведущий, более знающий должен находить язык общения с тем, кто менее знает, менее ведает. Как взрослый дяденька пытается объяснить маленькому мальчику на языке, понятном ему, ему понятными образами. То же самое и с физиками, и с лириками у нас происходит. Если каждый будет упираться в своё и говорит о чём-то своём, то в этом случае никакого диалога не получится. Но всегда более разумный человек, ведущий, он понимает, должен, во всём случае, понять, о чём говорит его собеседник, и найти такие образы, которые будут понятны ему собеседнику. Вот тут как раз, наверное, надо уже обращаться к здравомыслию и к веданию людей, которые между собой общаются. Потому что много себя разных людей называют всякими ведистами, язычниками, какими-то учёными или ещё кем-то. А на самом деле всё-таки основа этих людей человеческая, уровень их интеллекта, уровень их понимания мира и так далее. Как себя не называем, но от этого ты лучше не станешь, как говорит наша древняя пословица. Поэтому кто мудрее, тот и найдёт общий язык. Кто не мудрее, тот, значит, как дятел, будет стучаться в свою сторону. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Про мир и с тупиком поговорили. Ярагор. Вопрос в эфир. Леонид Григорьевич. Расскажите, имеете ли вы, скорее всего, информацию о неоскопе, разработке Антона Вайна, согласно пояснениям этого, это аппаратно-программный комплекс для анализа и управления сферой мысли-форм. После этого изобретения, в кавычках, Антон стал главой Кремлёвской администрации. К сожалению, ничего не знаю. Из того, что вы здесь написали, мне знакомы только слова аппаратно-программный комплекс. А что такое управление, значит, что такое наоскоп, и, значит, управление сферой мысли-форм, как он управляет, не знаю, не слышал, поэтому комментировать не могу. Ну, ещё Кремлёвская администрация и Антон. и, конечно. Так, идём дальше. Вопрос эфир от Олега Зарковского. Доброго здравия, Лен Григорьевич. Не думаете ли вы, что в наше время наблюдается несколько кризис каких-то областей наук, а кризис их разъединения, невзаимодействия и несовмещения в единую картину мира? В естествознании исследования Ломоносова Михаила Васильевича в разных областях наук тому пример. А также не кризис самой физики, а кризис бессовестных профессоров, грантолюбов, которые, время которых, безусловно, уходит в нашу эру интернета, различных мультимедиа, технологий и другой информационной техники и новшеств. Благодарю. Ну, вы правильно написали. И то, что название кризис физики или можно было написать кризис науки, почему кризис физики я объяснил, что физика даёт инструменты для остальных областей знаний, для всех остальных. Понимаете, ведь все оперируют, включая философов и остальных, говорят, что вот мир состоит из атмов, молекул и так далее, там, кварков, шмарков и остальных, что говорит современная физика. Поэтому, значит, естественно, как таковая сама физика, о ней речь не идёт. Физика сама себя не делает. Это делают люди. И правильно автор, кто пишет сейчас, Олег из Иркутска, он правильно говорит, что проблема в людях. И я об этом и говорил. И не только проблема в конкретных бессовестных профессорах, как он пишет, Грантолюгов, и, значит, различий мультимедии, технологии, дроинформационной технике, а проблема в каждом человеке. Я уже говорил, что вот этот вопрос, который сегодня обсуждали, вопрос реального мировостройства, он касается каждого человека. Если он не будет касаться каждого человека, всё, наша красавица Медгард-Земля, ведь все предупреждают, экологический кризис, катастрофа, всё, погибнет цивилизация. Поэтому совершенно прав автор, что пишет. никаких замечаний нет. Всё правильно. Ну, я уже высказал свою точку зрения, что меня на самом деле не особо волнует, что погибнет. Погибнет, новость создадут. Другой вопрос, что просто тормознётся развитие. Но, с другой стороны, времени у богов много. Ну, подумаешь, миллион лет, ну, ещё миллион лет. Подумаешь, там, сто тысяч лет, ну, ещё сто тысяч лет. Ага, здесь вопрос ещё в другом. А куда сущности денутся наши? Ох уж, у нас полно. Души наши. Они так и заморозятся. У нас полно мест, я думаю, у нас полно мест, куда можно приплыть души, и они там отработают. Алексей, дело в том, что полно мест для тех, кто пройдёт космический уровень развития. То есть, наработает, о чем я говорил в предыдущих беседах, для этого надо изучить книги Николай Лёшева «Сущность и разум», два тома. то есть, кто наработает шесть дополнительных тел к физическому, семь наберёт, семь, значит, тот, начинается у него нулевой уровень развития, космический, это только начальный уровень. По индусским философским понятиям, то, что им передали наши предки, они не поняли, и они считают, что наработка семи тел это финиш и нирвана, всё, конец развития. А это только начало, старт, нулевой уровень развития. И в этом случае «Сущность» может покинуть и с планеты той, к которой она привязана, пока не достигнет наработки вот этих семи всех тел. Поэтому кто-то уйдёт, а кто-то так и будет болтаться. Ну это понятно, Игорь Григорьевич, я просто не упрощал бы так, потому что... Я как раз не упрощаю. Потому что у богов... Это реально. Да-да-да, я понимаю. Просто это реально. Для нашей земли есть аналогичные земли, где куда-то всё можно перебросить очень быстро. Да, но это надо, чтобы кто-то перебросил. Вы правда? Да, что-то перебросил. Если боги перебросят, то... Есть кому заняться, да. Я думаю, что когда свёртывается... Ну когда вот проходят... Если как развитые люди перебросят, то... Да, когда, например, проходит уборка в квартире, в одной из комнат, спальни, например, детской, ну детей просто оттуда убирают, они какое-то время побыли там в гостиной, да, вернулись, чистая комната. Или там что-то ещё. Уезжает, например, пионерский лагеря же. Наверное, многие помнят в советское время, да и сейчас-то уже лагеря или там дома отдыха. Ну вот выезжают семьи какие-то, да, выезжают дети, ещё кто-то выезжает. Ну почистили, ну другие способны приехать. Так что не всё так просто, не всё так упрощённо, но не всё так печально. Просто если мы относим себя всё-таки к той культуре, которая сейчас нам навязана, это не культура, это догма определённая, то в этом случае, да, всё хреново, всё плохо, других слов не найдёшь. Если же мы относимся с точки зрения, к миру с физической точки зрения, то в этом случае не всё так печально. Вопрос именно в каждом из нас. А что ты, что ты делаешь, что ты здесь достигаешь, ты достиг того уровня развития, ради которого тебя сюда пускали, на эту землю? Ты сделал, что должен был сделать на этой земле? Или всё-таки тебе придётся там на другой земле, если даже тебя перенесут, там сначала почиститься, ответить, чтобы ты потом сюда вернулся, в новую цивилизацию почищенную, и здесь опять что-то делал? Вот это вопросы более важные не для всей цивилизации, а именно для каждого индивидуума, который здесь проходит свои какие-то круги обучения. Ну ладно, мы сейчас залезаем в несколько другие направления. Всё правильно, конечно. Идём дальше. Вопрос от Олега Зыркутска. Продолжение. Лен Григорьевич, не кажется ли вам, что недостаточная популярность и распространённость знаний в различных областях наук кроется не только в искусственном отуплении большинства населения, но и в самой подаче этой науки искусственным костным профессорским языком, замудрённым латино-греческими терминами? Не считаете ли вы, что обязательное повсеместное введение в образование научных терминов на русском языке, с большой буквы, большим русском языке, приблизит многих людей к знаниям, облегчит усвоение и понимание научного материала? А то ведь, если честно, если бы не Google, то во всей этой семантике не разобраться. Благодарю. Олег Изяркутска. Да, Олег прав. Всё вера так и есть. Это всё делается преднамеренно и специально, чтобы наоборот расщепить сознание людей. Потому что единственный язык, он же был везде, на всей планете, это русский образный язык. Наш язык, наши слова дают образ. Понимаете? Значит, слова, допустим, английского языка для меня, хоть я там что-то знаю, образы не несут. И по этому поводу исследования проводились, например, проводили такой эксперимент, что на разных языках произносили слово пёс, русское слово, док по-английски, там на других языках, да, и фиксировали, как, значит, реагируют генетикой. Ну, мозги, мозги, как реагируют, это выпульс. На слово пёс реагировало все. Именно русские. Люди реагировали на русские слова. Русские слова. Поэтому Олег правильно пишет, что мы, кстати, с Алексеем перед передачей как раз и словами говорили о том, что да, надо всячески способствовать тому, чтобы русский язык насохранялся, и из него уходили все иностранные слова, которые нам специально навязывают. И особенно это правильно подмечено, что и в интернете, и в Википедиях, и прочее. И, понимаете, это всё делается целенаправленно. Вот сегодня я говорил о Столетове, да? А вот вы зайдите в Википедию, и вы прочитаете. Я говорил о том, что Столетов изобрёл и разобрался с первым законом фотоэффекта. А там начнёте читать, что перед Столетов уже стоят три фамилии. И там написано первым наблюдал такой-то, и все иностранцы, вторым такой-то иностранец. И только третьим говорится что-то о Столетове, понимаете? И эта система одна и та же. Там то же самое вы можете прочитать про академика Крылова, известного математика и, значит, кораблестроителя и разработчика приборов, гироскопов. Он проходит как инженер, хотя они знают и не читают истории, что Крылов был ещё до 17-го года член-корреспондентом Российской Академии Наук. Понимаете? А кругом перед Крыловым всё-всё-всё изобрели американцы, англичане. И всё, русский язык не упоминается. Одна идёт терминология, как правильно задающая вопрос Олег это подметил. Так что с ним я полностью согласен. Надо учитывать, что каждое живое существо имеет свои способы звукоизлечения, если они предусмотрены. И чем более развито это существо, тем более его звуки изощрённее. Ну, к примеру, дельфины говорят на своём языке, обезьяны на своём, цикады на своём языке звуков. И если, например, представить, что дельфины начнут говорить как обезьяны, обезьяны как дельфины, то, наверное, получится кавардак. Они очень быстро или сойдут с ума, или просто будут уничтожены. То же самое касается и разновидностей человеческих вот этих биологических компьютеров, биологических существ. Для каждого генетического уровня, для каждого рода существует свой язык родовой, который соответствует его роду, то есть по-научному генетике, генетическим основам. Если мы начинаем говорить на чужом языке, применяя чужие слова, то в этом случае мы коверкаем свою основу, генетическую родовую основу. Так что пришло время, друзья мои, избавляться от более чем 30 тысяч новых бросов иностранных, которые испоганили, испортили наш родной могучий язык. Естественно, что мы сейчас вынуждены говорить на современном русском, или на украинском, или на белорусском, или на сербском, на тех языках, которые вышли когда-то из единого языка, о чём мы здесь уже неоднократно говорили. Но даже если хотя бы мы вернёмся к своим корням, которые вот где-то там хотя бы сто лет были назад, хотя бы, то в этом случае наша жизнь облегчится. если ещё удастся немножко туда оттянуться назад со временем, то ещё облегчится. И в конечном итоге возвращение к родовым нашим корням означает, что мы должны вернуться в первую очередь не только к тому, вот как мы сейчас говорим, хорошо бы так жить, а и к образом, и мысли, и слова. Вот тогда у нас всё будет хорошо. Наступило время родолюбия. Родолюбия. Это взамен того слова патриотизм. На мой взгляд, родолюбие – это сейчас та основа, на которой мы должны строиться. Идём дальше. Анубис Чернобогов. Реплика в эфир. Как какая-то теория или научная мысль может уничтожить человечество? Глупость всё это. Мы живём под покровом богов и богинь наших. Понял. Значит, Анубису Чернобогову или не слышал он с самого начала передачи, или невнимательно слушал. Я говорил о том, что научная теория на базе, которая принята обществом, она ведёт к чему? Что в этом базе этой научной теории строятся приборы, различные устройства, различные механизмы, различные машины. И привёл пример. Вот создала наша человеческая цивилизация гордится и гордится высшим своим знанием атомное оружие. Если взорвать всё это оружие, то иногда и, как он пишет, покров богов и богинь не поможет. И 13 тысяч лет назад боги прилетели и стали помогать, а на 24-23,5 градуса оземная повернулась. И 13 тысяч лет всё помогали. И вот только сейчас дожили. Если, конечно, принимать такую ежедневенческую позицию, которую принимает Анубис и Чернобогов, то можно ждать и что на следующие 24 градуса или на 50 повернётся, а может и разлетиться. Вот так теория может уничтожить человечество. Потому что на базе теории создаются различные механизмы, приборы и всё остальное. Я думаю, что он всё-таки нежедневенческую позицию занимает. Нет, он же пишет, мы живём под покровом богов. Нам всё гарантировано. Не в этом смысле. А как же? Я не верю. Иди себе как хочешь, боги не прикроют. Нет, покров богов это то же самое, как, например, покров леса. Мы вот живём в лесу, у нас покрывает лес. Это не означает, что он нас защитит от всего, но во всяком случае он создаёт условия нашего проживания. Или покров небес, когда есть небеса, есть кислород, есть какие-то слои воздушные, он обеспечит нам условия жизни. В этом смысле. А то, что касаемо, вот я согласен здесь и с вами, и с ним. Здесь такая у меня своеобразная позиция. Дело в том, что, если, анубису отвечаю, если боги допустили создание вот этого оружия, о котором Лид Григорьевич говорит, то это говорит о том, что свобода выбора они не ограничивают. Пожалуйста. Закон космоса. Да, ты, пожалуйста, если ты хочешь себя уничтожать, пожалуйста, уничтожай. Будешь потом отвечать, но это твои проблемы за то, что ты натворил. И какой бы покров ни был, если человек выбирает самоуничтожение, то в этом случае ему и даются флагруки, пожалуйста, уничтожай. Естественно, где-то кого-то корректируют, где-то там волшебные пендали раздают, какие-то коридорчики создают, чтобы он шел по этим коридорам и не отклонялся вправо-влево. Но все равно свобода выбора есть. И для наших богов, если уж мы говорим о тех самых богах, а не о каких-то выдуманных, о чем здесь тоже говорилось, нет никакой проблемы восстановить или переделать что-то. Пожалуйста, экспериментируй. Ты ответишь, лично ответишь. За тобой все восстановят. За тобой, да, синонизатор приедет, уберет, но отвечать тебе придется. Может быть, где-то в другом месте самому быть синонизатором и так далее и тому подобное. Поэтому, если здесь что-то допущено, значит, для чего-то это надо. Значит, кому-то это надо. Значит, необходимо себя в дерьмо носом ткнуть, значит, необходимо какие-то боли испытать. Кто здравомыслящий, тот этого не допустит, пойдет дальше, и он будет развиваться до уровня богов. Кто на уровне козявки какой-то, ну что ж, ну, надо, значит, уровень козявки пройти. И будет тебе дано доисполнится желание твое. Идем дальше. Вопрос в эфире. Я могу добавить еще два слова? Да, конечно. Вот. Значит, приведу пример. То, что написано в этом, у этих, у индейцев, которые живут, ну, потомки атлантов, да, которые жили в Атлантиде, которых рабами были, они пишут, что когда началась катастрофа и прилетели боги, стали разбираться, то тех белых атлантов, которые для, значит, людей красной расы были как боги, поскольку анты были высокоразвитые, понимаете, то боги 13 человек наказали, 4 уничтожили, а 9 отправили в страну этих черных, значит, Египет, да, строить. Гор рукотворных. Да, рукотворные горы строить и прочее. А четверых раскрутили, и для них был шок, как это так, богов уничтожили, боги же, наказали, полная раскрутка. Так вот, полная раскрутка, это есть, когда реальная смерть сущности. Все, сущность конкретно исчезает. Вот это и есть. Да, то есть... Боги и богини не церемонятся с теми, кто, так сказать, себя плохо ведет и допускает ситуацию, ту, которая в Атлантиде произошла 13 тысяч лет назад. Согласен, все надо учитывать. Так что, с одной стороны, покров-то тебе дают, но вопрос, как ты этот покров используешь и что ты желаешь сделать. Каждому дается по делам его и по мыслям. Идем дальше. Олег Азаркутска пишет, уважаемый Лен Григорьевич, у меня к вам просьба, вопрос на засыпку. Как вы лично объясните резкое сжатие времени в нашу эпоху? Такое ощущение, что в последнее время один час пролетает за 10 минут. Что это за явление и с чем оно связано? Если, конечно, у вас есть такое ощущение ускорения времени. Благодарю. Я уже говорил, что время это величина искусственная. Времени нет. Существуют процессы. А вот процессы сейчас идут многие достаточно быстро. Вот это ускорение процессов и многие процессы, так сказать, какие-то завершаются, какие-то новые процессы открываются. Их очень много. Вот это мы и чувствуем. и это как бы называется сжатием, резкое сжатие времени. А реально в природе времени не существует. Есть только процессы. И процессы некоторые быстро проходящие, другие там миллионы, миллиарды лет тянутся. Разные процессы, понимаете? А вот сейчас такое время, что видимо какие-то процессы заканчиваются, изменения резкие происходят. мы эти изменения наблюдаем. И вот это все у нас и создает такое ощущение, что как бы как вы написали задний час полетает как за 10 минут. Я думаю так, что для каждого человека время течет по своему, поскольку на самом деле его для всех не существует, есть процессы. А потому мне нравится ответ того же товарища Эйнштейна, когда вы спросили, ну как вы объясняете теорию относительности, время, и все такое. Он сказал, ну если человека, например, посадить на раскаленную сковородку и удерживать его, то секунда покажется вечностью. А если он будет смотреть на красивую даму, то даже вечность может пролететь за секунду. То есть вот если этими моментами такими объяснять что-то, то все становится на свои места. Время как таковое, оно для каждого человека течет по-своему, если мы говорим про процессы, называем его временем. Так, Вопросы в эфир от Владимира Изматиевича. Леан Григорьевич, Алешенька Кыштымский, это кто? Отвечаю коротко, не знаю. Идем дальше, вопрос от Олега Зыркутска. Есть версия, что Земля излучает волны микроволнового диапазона, три восклицательных знака. Но если так на самом деле, то почему в таком разе пища из микроволновой печки вредна? Благодарю. Значит, по поводу, что излучает или не излучает Земля, надо, я еще раз говорю, читать теорию неоднородной Вселенной Левашов. Вот там написано, что наша планета имеет, вообще наша Вселенная состоит из семи первичных материй. Эти первичные материи в той неоднородности, где образовалась наша планета, они начинали взаимодействовать. И так, каким образом? Сначала две материи объединялись, да? Получалось гибрид, один гибрид, потом три, создавались условия для объединения, соединения трех материй, получался другой гибрид, потом четырех, потом пяти, потом шести, и потом появилось седьмое. Так вот, наша материя, наша планета и представляет такую матрешку, понимаете? Вот. А естественно, значит, эти гибриды имеют свою, так сказать, если говорить с точки зрения физики, свою мерность, то есть свойства и качества, и одной из, так сказать, характеристик, которые являются частотой, частотный диапазон, да, микроволновольщик какой-то. микроволновый диапазон, это вопрос, так сказать, долгий, рассказывать, поэтому излучает она волну микроволнового диапазона или нет, я, честно говоря, этим не разбирался. Я знаю, что здесь связь, понимаете, с микроволновой печкой ничего, никакой связи я не вижу, потому что микроволновый диапазон, это вообще-то СВЧ-диапазон, а СВЧ-диапазон с точки зрения теории неогрованной вселенной Левашова, это диапазон, который для нас значит, вреден, понимаете, мы состоим из тел, которые и материи, которые, так сказать, не имеют, это микроволновый диапазон, ну, как бы, понимаете, если я не читал человек ненужной вселенной, достаточно трудно объяснить, то есть, микроволновый диапазон, это те же волны, да, это деформация пространства, заполненная, что такое, значит, фотон, это минимальная деформация пространства, заполненная одной первичной материей, так вот, микроволновый диапазон, это тоже деформация, и тоже, значит, маленькая, которая заполнена какой-то первичной материей, так вот эти первичные материи, вот так влияют на СВЧ-диапазон на пищу, что она все полезные вещества там гробятся, и пища становится мёртвой. Поэтому связи здесь то, что если Земля излучает что-то такое, и микроволнового никакой. Есть уточнение как раз. Пришло, так микроволновка вредна или нет? Так уже ответили, да? Вредна, да, конечно. Хорошо, идём дальше. Тех людей, которые задают вопросы, но пишут не по-русски свои имена или не русские имена, то в этом случае я их буду называть дядей Стёпой. Итак, вопрос от дяди Стёпой. Вопрос в эфир. Множество учёных сидят на грантах, в которых уже заведомо указаны результаты исследования. Вот как написано, как прочитал. И учёные, которые за них берутся, необходимо свои исследования подогнать под указанные результаты. Понятно, что причины погони за грантами одна – это деньги. Наверное, читаю, как написано. Наверное, объективно говоря, систему грантов не убить. Что необходимо сделать, на ваш взгляд, чтобы изменить современное положение дел? Дело в том, что надо изменить социальный организм, в котором мы живём. Значит, сейчас у нас совершенно ненормальное общество на всей планете. Понимаете? То есть, социальный организм больной. Ведь то, что называлось первобытно общинным, а правильно общинным организм, вот тот организм и был нормальным социальным организмом. И там процветали все, так сказать, сферы деятельности человека. Понимаете? И думаю, там ни о каких грантах и речи не было. То есть, изменится общество, изменятся соответственные механизмы, каким образом в обществе люди становятся самоценными, зарабатывают на жизнь. и как они получают самоценными становятся плоды их труда, независимо от своей деятельности. Понимаете? И критерии совершенно другие оценки. То есть, в том обществе не состояло и не стоял вопрос. И об этом написано в Ведах, что паразитические системы, она только чего. Они завидуют друг друга и даже в пекельном мире там написано богатство друг друга. И зависть их пожирает. А у нас на планете построена паразитическая система. Понимаете? И только когда она изменится, тогда и изменятся и соответствующие нравственные ценности. И тогда люди будут, может быть, работать совершенно, трудиться совершенно по другим мотивам. И может и денег это не будет. написал Пётр, я Пётр, человек, который дядя Стёпа, который назвал. Так и раньше надо было писать. Я же тебе задал вопрос, как к тебе обращаться. По поводу вот этой паразитарной системы. Очень интересный такой бытовой вопрос. Уйдём немножко от физики, уйдём от науки. Потому что наука, она стоит тоже из людей. И люди, они все в быту так или иначе существуют. Вот заезжаю на заправку, нужно было газом заправиться, баллон с собой привёз, заодно ставлю. Он говорит, а мы баллоны не заправляем бытовые. Почему? Запретили. Кто запретил? Ну, там УБОП пришёл. По чьей наводке? В общем, получилось так, что разрешил глава района, целиком области, вернее, разрешение дал, а глава района, мимо которого это всё прошло, возмутился, почему деньги идут в обход. И попросил АБОП разобраться. Пришёл или там УБОП, или АБОП, я не знаю, какие термины недалёк от этого. И они стали запрещать. Сначала к перегородке придрались, потом к этому. И каждый раз находили какие-то новые, 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 какие-то указания. В конечном итоге им сказали, написали сумму 3 миллиона рублей, пожалуйста, будьте любезны, положите, тогда вам разрешат торговать бытовым газом, бытовые баллоны заправлять. Вот вопрос. Как мы можем построить новое общество, если люди, которые наверху достаточно сидят, занимаются вот таким просто-напросто побирательством? Они не думают о том, что вот этот весь район, который ездили сюда заправляться, они поставили в положение по ЗУЗЮ, потому что весь всему району, который люди остались без этого газа, придется тебе за 3-9 земель кататься в другое место, заправляться и так далее. Казалось бы, вот элементарно. Так то же самое в науке. Кто-то сказал, вот я возьму там грант, но отработаю, как проститутки такие. Грант дадут, я отработаю, не дадут, не отработаю. Кто-то по недомыслию, потому что так ему кажется, не хочет разбираться, кто-то еще почему-то. Вот этот весь быт, вот этот весь быт, он переносится на науку. А какова наука? Такое воспитание, такое образование, вот получаем таких детей, людей и так далее. Меняйте свой быт, учите детей разбираться, учиться, учите людей разбираться в этом мире, и все будет очень просто, все будет меняться. И тогда вот такие люди, которые мимо себя копейки не пропустят и завидуют, потому что у кого-то что-то хорошо, они будут просто выброшены из нашего общества. Когда общество соответствует высоким меркам, то ими управлять уже негодяи не могут. Все очень просто. Становитесь выше, и тогда они будут подстраиваться под вас. Не захотят подстраиваться, будет по-другому с ними разговор, потому что мудрый человек всегда найдет возможность влияния на них своим образом, своим способом. И когда таких людей мудрых больше становится, то в этом случае проще, наше зрение будет лучше становиться, проще. Меняйтесь сами, изучайте. Изучайте этот мир, как он и есть. Ну, вот такой бытовой пример. Ну, и последний вопрос зачитаю. Вопрос эфир от Дмитрия Харийского. Здравия и процветания, Леонид Григорьевич. Существуют ли в данный момент на территориях стран СНГ открытые научные сообщества, которые не лезут в официальную науку и ей сопутствующую бюрократию, а занимаются объективным осмыслением ведических знаний и практическим воплощением их применением в современной действительности? Если да, подскажите, куда обратиться или где поинтересоваться. Дмитрий Харийский. Таких научных сообществ я не знаю в СНГ. Вот докатились до жизни такой. которые не лезут в официальную науку. Ну, и чтобы ведическим осмыслением занимались. Понимаете, есть структуры разные, которые, так сказать, пытаются как-то отойти в этой политической системе и заниматься тем, что они хотят. Понимаете, ну, вот пример могу привести. Есть сообщество, которое занимается разработкой программного обеспечения вот операционной системы Linux и подобных приложений. Но это не значит, что они там осмыслением ведических знаний. Они просто пытаются, так сказать, тетет Майкрософта как-то, который под себя все подмял. То есть все, так сказать, планеты находятся под щупальцами паразитической системы. Понимаете, вся финансовая система мировая единая. Видите, что хотят, то и устраивают с помощью долларов и евро и всех остальных вещей. То есть эти паразиты, которые стоят за всеми государствами, дергают за ниточки. Инструменты у них известные, финансовые инструменты, плюс СМИ, которые им подотчетные. И вот манипуляция сознанием людей и управления. А вот таких независимых научных сообществ я не знаю. Тем более на территории СНГ. Я думаю, что такие сообщества необходимо создавать самим. Как только человек начинает пробуждаться от морока, как он только понимает, что что-то в этом мире не так, он начинает задумываться, а что именно и как это можно исправить. И набирая знаниями, он так или иначе притягивает к себе тех людей, которые так же, как и он, видят, что что-то в этом мире не так и хотят как-то улучшить этот мир через самосовершенствование, наверное, через познание самого себя. Вот пришло время... Да, сейчас я с вами в постановке вопроса, да. Пришло время самим уже это всё делать, самим. Никто не придёт нас спасать из этой ямы, вытаскивать. Никакой Перун там Сварогович не прилетит к нам на волшебном вертолёте, не подарят нам 500 эскимо, никакая там Лада Богородица нас не вытащит из этого дела. Если мы не соответствуем предназначению божественному и своему в этой жизни, в этом случае мы должны будем из этого мира уйти. Другого варианта нет. Мир так устроен. Если ты на своём месте, если ты силён, никакой паразит тебе не страшен. Как только ты даёшь слабину, ты подчиняешься паразитам. Паразиты тебя съедают. Так устроен. Это принцип не человеческий, но это принцип мировой, он существует. И хотите вы это, не хотите, но плакаться можно бесконечно. Вернее, нет, до того, как вас не грохнут. Вот до этого момента. Можете плакать сколько угодно. А хозяин своей жизни, тот, который начинает ведать, понимать, он просто-напросто выстраивается, жизнь так, как есть. И он уходит из звериного царства, он поднимается над ним. И тогда уже слабых не едят, а слабым помогают развиваться. Вот и всё. Будьте человеками с большой буквы. И всё снайдное в свои места. Итак, последний вопрос задан. Мы и так уже лимит превысили почти на полчаса. Я предлагаю заканчивать наш сегодняшний эфир. Как такое мое предложение? Да, вижу, нет вопросов больше. Хорошо. Тогда в заключении по традиции желаем что-то доброе, вечное, красивое нашим людям, отталкиваясь от темы Человека-Селенная, кризис физики. Да, ну, значит, я что? Вот я, помните, закончил свою беседу, цитаты из Николая Левашова из «Ясном соколе» или «Прошлое и настоящее», а о том, значит, о развитии. Значит, то есть человек, используя качественную информацию, повторяю, качественную информацию, потому что от того, какую информацию человек впитает в себя и от того качества, и какая его многогранность зависит, остановится развитие человека. или нет. Поэтому я вам желаю всем развития, это раз, значит, ищите и впитывайте в себя качественную информацию, ищите, значит, новые знания, меняйте фундамент свой, старый фундамент, новый фундамент позволит решить и объединиться людям в базе нового фундамента и решать людям разные вопросы, которые в существующей политической системе решить невозможно. Поэтому вот развитие человека, которого я вам желаю, происходит через, значит, активное действие, потому что через действие человек пропускает в себя преимущественные знания, и при правильном применении этих истинных знаний достигает состояние осмысления, и тогда они уже становятся его частью, понимаете, превращаются в поток, который заполняет человека, действующий, и уже его не изменить. человек из потребителя превращается в творца. Вот я вам желаю стать на путь превращения каждого из вас в творца, а не конкурентоспособного потребителя, который пытается сделать с нами паралитетическая система. Благодарю, очень интересная информация у нас получилась, эфир, хорошо побеседовали, интересные вопросы были из чата, а также очень интересные сами обсуждения в чате. Тут и по науке прошлись, и по околонаучной тематике. Так держать, друзья мои, так держать. Не сдавайтесь обстоятельствам, не подламывайтесь, все будет хорошо и замечательно. Напоминаю, 13 декабря 2016 года, вторник по одному из современных календарей, третий день месяца белосияния, покоя мира, пятница 7525 лета по одному из старинных календарей. Человек и вселенная, кризис физики, такова тема была сегодняшнего эфира. Автор, сведущий Леонид Григорьевич Феденко, за что низкий поклон ему. Я прощаюсь. Народное Славянское радио. Все нужно, все важно.